Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио И сегодня мы начинаем наш живой эфир, который будет посвящен теме весеннее обострение Что с ним делать? Главный сведущий Арират Захар Белинский Здравия, Арират! Здравия вам! Напомню, что сегодня у нас первый день весны, 1 марта 2016 года, вторник по одному из современных календарей Всех я с этим делом поздравляю По одному из старинных календарей, 40-й день месяца в юг и стужи, 7502 лето, шестица Напомню также перед началом эфира, прежде чем начать уже общаться с Ариратом Что вопросы в эфир мы принимаем из нашего чата, который находится на сайте Народного Славянского радио Славмир.орг Так что если вы еще не зарегистрированы в этом чате, то, к сожалению, вы вопросы задавать не можете А ваши вопросы могут быть важны не только для вас, но и для нас, потому что мы ведем эфир и ориентируемся, какие вопросы поступают И для тех, кто находится в чате И в конечном итоге ответы на вопросы могут быть полезны и тем, кто услышит эти ответы Так что подсоединяйтесь, присоединяйтесь, включайтесь в активную деятельность, в фазу деятельности, скажем так И будем делать мир лучше совместно Если вы еще не знаете, как нас найти, набираете в любом поисковике Народное Славянское радио После этого нажимаете на сайтик, после этого ищите слово чат, нажимаете Придумываете логин и пароль красивый, чтобы не забыть раз и навсегда И после этого, не надо там дальше ничего выдумывать, становитесь полноценным пользователем Общайтесь с друзьями и задаете во время эфира живые вопросы Ну вот, в принципе, напомнил о всем, что необходимо знать нашим радиослушателям для начала Чтобы участвовать в наших радиобеседах И мы можем приступать к теме Итак, весеннее обострение, что с ним делать? Арират, вот очень интересный вопрос, который часто приходится слышать от людей Весной, осенью наступают какие-то обострения Это все влияет на психику, недосыпы, усталость, раздраженность Кто-то говорит, витамин не хватает Кто-то говорит, спать надо нормально Кто-то говорит, да это с солнышком связано И так далее, и тому подобное У тебя какие взгляды на эти вопросы? Ну, Алексей, все, что ты сказал, все верно Единственное, можно конкретизировать Сказать о том, что весеннее обострение Прежде всего связано, конечно же, с зимним периодом Зимний период – это период застоя, период спячки Во всей природе, в принципе И точно так же и наш организм потихонечку пробуждается к активной деятельности И увеличивая темпы этой деятельности Испытывает недостаток в различных микроэлементах Витаминах, аминокислотах Испытывает недостаток в солнечном свете Испытывает недостаток в каких-то, возможно, душевных впечатлениях Испытывает недостаток, возможно, в движении, в активном образе жизни И для того, чтобы правильно войти в активную фазу года А все-таки весна – это период, скажем, наращивания активности Подготовки к лету, к такому радостному периоду нашей жизни И для того, чтобы правильно войти в этот активный период Нам нужно стимулировать наш организм Правильным питанием, полезным питанием Для преодоления вот таких вот, скажем так Упаднических явлений в нашем организме Правильным образом жизни, активностью Ну и определенным духовным, душевным настроем И тогда у нас, конечно, уже это состояние будет постепенно сходить на нет Ну вот, Алексей, в общих чертах, наверное, так, я считаю Хорошо, кстати, я хочу напомнить нашим радиослушателям Что у нас уже с тобой намечен план эфиров По которому, по этому плану, мы с тобой будем встречаться С нашими радиослушателями раз в месяц, в начале месяца Вот как раз у нас 1 марта, начало месяца Мы проводим эфир, и следующий эфир будет уже в апреле Да, вот 1 апреля, там, или ближайший день к 1 апреля После там, как мы посмеемся все дружно Вот выйдем в эфир уже с серьезными темами Это просто напоминает Можно и, да, 1 апреля посмеяться на тему здоровья Ну да, как доктор шутит, да Ну так вот, значит, хорошо, у нас много анекдотов по медицинской части Не все, правда, неприличные, в эфире их можно произносить Но, во всяком случае, количество их большое Ну что ж, с тобой согласен все, что ты сказал Давайте теперь начнем разбираться с тем, что же у нас творится-то вообще Ну понятно, зимняя спячка, такой процесс очень интересный Закончился он, как из нее выходить, как вот теперь повышенная активность Она воздействует на человека, на психосоматику и на самочувствие вообще Ну, естественно, что поведение, состояние, самочувствие человека Это основные критерии, которые человек способен ощущать в себе И весной очень часто человек ощущает какие-то депрессивные моменты Упадок настроения, нехватку аппетита, ослабленность в организме Нежелание что-либо делать, мало двигаться Какие-то психологические, душевные расстройства Это все связано в целом, в большей степени, конечно, с нехваткой микроэлементов Витаминов, аминокислот в нашем организме И сейчас я расскажу о тех аминокислотах, микроэлементах, которые нам не хватает, вероятно И что этим вызывается, что этой нехваткой вызывается И каким образом мы можем восполнить нехватку этих микроэлементов Ну, можно начинать, Алексей, или есть еще какие-то дополнения? Да не, конечно, давай, начинай, тут уже вопросы к нам идут Так что мы будем потихонечку корректировать наше выступление Наши какие-то реплики будем вставлять, реплики нашей службе Да, единственное, я хотел сказать о том, что сейчас на слуху такое явление, как психосоматика Я уверен, в принципе, все понимают, что это такое Но в целом я сделал выступление, потому что мы с тобой уже несколько раз об этом сказали Ну, мало ли, вдруг кто-то из нашей службы Да, а что это такое, мы еще не сказали Да, давай разъясним Это такое, мы не сказали Психосоматика – это проявление каких-либо физических недугов Первопричиной которых является душевное состояние Состояние психики человека, состояние его нервной системы Мы, возможно, уже знаем из наших эфиров с Алексеем Что, допустим, стрессовые ситуации вызывают проблемы с желудком Агрессия связана с определенным состоянием печени Что злопамятность человека часто связана с его дыхательной системой Состоянием легких бронхов Неуверенность человека связана с состоянием желудка тонкого кишечника Страхи человека связаны с почками Ну и так далее Вот, это и есть психосоматика То есть, человек живет, живет, вдруг у него заболел желудок И человек думает, в принципе, ну ни с того, ни с сего Ну, казалось бы Но если проанализировать ситуации, складывавшиеся с ним в последнее время Можно заметить, что человек, допустим, сильно нервничал Или человек подвергался каким-то стрессовым ситуациям Вследствие этого у него заболел желудок Вот, это и есть то, о чем мы говорим То есть, весной наша психика находится в немножко таком возбудимом стрессовом состоянии Измененном состоянии Это проявляется в нашем физическом состоянии Мы со стороны наблюдаем это как некие раздельные процессы То есть, что-то творится с нашей психикой И что-то творится с нашим самочувствием На самом деле, все это взаимосвязано И одна из причин этого, этой взаимосвязи, этих недугов Кроется в том, что наш организм недополучает микроэлементы Опять же, повторю, аминокислоты, витамины И сейчас мы более подробно это разберем Переходя к основной части нашего эфира Итак, я начну с микроэлементов Такой микроэлемент, как молибден Его нехватка вызывает нервозность Его обморочные состояния Бледность кожи Перебои сердцебиения Недостаток в крови Его недостаток в крови может вызывать болезни легких В том числе и раковые опухоли Раковые опухоли горла Желудка И пищевода В общем, нехватка молибдена в организме В осенний период Чаще в осенний, чем в весенний Может приводить и к возникновению раковых опухолей Поэтому очень важно следить за состоянием молибдена То есть употреблять продукты, богатые молибденом Итак, продукты, богатые молибденом Это Наиболее полезные Это абрикос, дыня, какао Такие, где его максимальное количество Поэтому старайтесь, чтобы эти продукты были в вашем рационе Да, кстати, еще хочу отметить Что недостаток молибдена часто бывает у людей Которые находятся на вегетарианской диете И вот тут следует обратить внимание Всем, кто воздерживается от употребления мясных продуктов Что важно употреблять большое количество абрикос, дынь Дыни и какао Но какао лучше не в виде шоколада А в каком-то другом виде, чтобы не было сахара Итак Следующий микроэлемент Это марганец Марганец вызывает замедление роста волос и ногтей Перебой в работе толстого кишечника Вот это что касается живота Вроде бы толстый кишечник И перебой наблюдается в его работе Однако это может являться следствием Недостатка марганца в нашем организме Недостаток марганца также может вызывать непереносимость сладкого Тошноту, рвоту Сыпь на коже Резкую потерю веса Его нехватка причина таких заболеваний Как маточное кровотечение Остеопороз Мышечная слабость В том числе шизофрения Кстати Как говорят у шизофреников Бывают весенние обострения Так вот По всей видимости Очень большая вероятность Что весеннее обострение шизофреников Связано с нехваткой марганца в организме Продукты богатые марганцем Это фундук Арахис Орехи различные Чеснок Свекла Печень говяжья Такой овощ как салат Белый гриб Подберезовик Лисички Абрикосы Фисташки Наибольшее количество марганца Находится в фундуке и фисташках Поэтому Очень важно Чтобы мы употребляли В своем рационе В своем питании Орехи Желательно Единственное Чтобы количество орехов В сутки Которые мы употребляли Не превышало 50 г Наиболее полезно Употреблять орехи В первой половине дня Следующий микроэлемент О котором я хочу сказать Это кальций Перебой Недостаток кальция В организме Может вызывать Перебой в работе желудка Гиперактивность У детей Нервозность То есть Нервозность человека Весной Может быть обусловлена Всего лишь навсего Нехваткой кальция В его организме Хрупкость ногтей Нарушение сна Мышечные судороги Депрессивное состояние Вызывает такие Нехватка кальция Вызывает такие заболевания Как Кровоточивость десен Экземы Остеопороз Гипертония Продукты Богатые кальцием Это йогурты Кунжут Яичная скорлупа Кстати Употреблять Яичную скорлупу Лучше В измельченном виде Слегка Разогретой На сковороде Естественно Без употребления Каких-либо масел Чего-либо еще Просто измельчаем Яичную скорлупу Кладем на сковороду Слегка ее Обжариваем И в таком виде Ее Употребляем Потом Богатый кальцием Также Орехи Рыба Фрукты Следующий Микроэлемент О котором я хочу Сказать Это Хром Недостаток Хрома Вызывает Кожные нарушения Повышение Холестерина Вызывает Состояние Тревоги Быстрой Утомляемости Хром Отсутствие Недостаток Хрома Может являться Причиной Ну В принципе Многих Заболеваний Но Вот Зачастую Это Ухудшение Состояния Щитовидной Железы Атеросклероза Это Основные Моменты Продукты Богатые Хромом Это Тунец Печень Свекла Речная Морская Рыба Креветки Утка И Перловая Крупа Хром Очень важен Для нашего Организма В принципе Как и любой Другой Микроэлемент Но Следует Обратить На хром Дополнительное Внимание Недостаток Железа В нашем Организме Вызывает Снижение Аппетита Хрупкость Костей Мышечная Утомляемость Если Мы говорили О том Что Хром Вызывает Быструю Утомляемость То железо Вызывает Мышечную Утомляемость В целом Отсутствие Железа Вызывает Такие штуки Вот как Трещинки В уголках Рта Разговаривая Здесь о животе Мы Уже не раз Повторяли Что Трещинки В уголках Рта Свидетельствуют О каких-либо Проблемных Состояниях В области Двенадцатиперстной Кишки Желудка Так вот Сюда можно Еще Пересовокупить Что Такой же Симптом Такой же Симптом Возникает Из-за Нехватки Железа И следовательно При добавлении Железа В рацион При употреблении Большего Количества Железа В пищу Мы Способствуем Улучшению Состояния Желудка Двенадцатиперстной Кишки Также Вызываются Запоры Депрессии Кстати Еще один Фактор Такого Психологического Состояния Слабости В селезенке Селезенка Занимается Выработкой Эритроцитов Так вот Снижение Выработки Эритроцитов Спутанность Сознания Трудность При сглатывании Это все Последствия Недостатка Железа В нашем Организме Продукты Которые Помогают На восстанавливать Запас Железа Это такие Как Говяжья Печень Гречневая Крупа Говяжьи почки Язык Фасоль Горох Яйца Овсянка Яблоки Груши Инжир Орехи Кстати Я знаю Что Многие Наши слушатели Являются Вегетарианцами Веганами Сыроедами И поэтому Вот Продукты Которые Могут Восполнять Микроэлементы Я называю Как и для Мясоедов Так и для Людей Придерживающихся Без мясной диеты Без белковой диеты Поэтому в принципе Можно употреблять Как мясные продукты Можно употреблять Так и не мясные продукты Восполняя микроэлементы Следующий микроэлемент Которым я хочу сказать Это медь Медь крайне важна Для нашего организма В древности Возникло такое Название Характеризующее Вернее Характеризующее Называющее Целебный процесс Человека Медицина Так вот Слово медицина Складывается Из двух слов Медь и цинк Древние считали Что наиболее важные Микроэлементы Для нашего организма Это медь и цинк Причем Многие древние врачеватели Многие болезни Лечили Медным порошком То есть очень мелко Перетирали медь В виде присыпок В виде порошков Медь и цинк Тоже мелко Перетирали И тем самым И лечили И внутрь давали И делали Присыпки И на раны И притирки Различные То есть активно Использовали Этот микроэлемент В лечебном процессе Так вот Недостаток меди В организме Вызывает Неполадки В работе Сердечно-сосудистой Системы Анемии Проблемы Кроветворения Проблемы Синтеза гемоглобина Это отражается На мышечной системе Продукты Которые Хорошо Восполняют Медь Это Зелень В принципе Любая Это Арахис Это фундук Это горох Это чечевица Это гречка Это Фисташки Фасоль И такой Экзотический Для нас продукт Море Как осьминог Кстати Хочу заметить Что Горох Фасоль Чечевица Орехи В том числе Фисташки Содержат в себе Практически все Микроэлементы И употребление Этих продуктов Крайне полезно Для нашего организма Также Один из способов Восполнения Меди В нашем организме Это Ношение Медных Предметов На теле То есть Либо это Медный Вот как Христиане Носили Говорят Медный Крест То есть Что-то медное То что вы Носите На шее Это Имеет Непосредственно Непосредственный Контакт С нашим Телом С кожей Либо это Браслет Либо это Кольца Медные Причем 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 Они могут Являться И некоторыми Диагностическими Средствами Если мы Видим Наблюдаем Что под Медным Предметом На нашем Теле Остается Такой Зеленоватый Зеленовато-синий Цвет Такой Иногда он Даже такой Грязно-черного Цвета Это Говорит о том Что Не хватает Жидкости В нашем Организме Недостаточно Воды Мы пьем И если Мы Видим Такой След То следует Употребить Еще Немножко Воды Но То что Я сейчас Сказал Что не Хватает Воды В организме Это Уже Следствие На самом Деле Окисление То окисление Меди Которое Происходит При Контакте С телом Вследствие Чего Появляется Этот Зеленоватый Налет Говорит О том Что Наша Кожа Выделяет Через Себя Токсины А это В свою Очередь Говорит Что Почки Не Могут Нормальным Способом Выделить Токсины Потому Что Не Хватает Жидкости И Они Выпускают Это Через Кожу То Когда Запускается Процесс Выделения Токсинов Через Кожу Жидкости В организме Не Хватает Хотя Наша Кожа Является Лидером По Выводу Из себя Токсинов Через Кожу Выделяется Более 80 Если Память Не Изменяет То Порядка 84 Токсических Элементов Выводится Через Кожу Возвращаясь Следующий Микроэлемент У нас Будет Никель Его Недостаток Вызывает Проблемы Перикарда То есть Проблемы Сердечной Мышцы И Недостаток Никеля Влияет На Сердечную Деятельность Продукты Которые Позволяют Нам Восполнить Недостаток Никеля Это Горох Фасоль Чечевица Кукуруза Абрикос Овсянка Ячневая Каша Крупа Вернее Яблоки Виноград Капуста Следующий Микроэлемент Это Кобальт Нарушение Вернее Нарушенный Прием Недостаток Кобальта В организме Вызывает Нарушение В работе Как бы так Более четко Выразиться Тонкого Как бы Тонкого Кишечника При Недостатке Кобальта В организме Наблюдается Спазм Тонкого Кишечника Наблюдается Какие-то Режущие Ощущения Поэтому Очень важно Принимать Кобальт Тонкого Кишечника Наблюдается Также Анемия И Возможность Случая Лейкемии Развития Лейкемии При недостатке Кобальта В организме И поэтому Я призываю Относиться Серьезно К употреблению Кобальта Следить за этим Продукты Богатые Кобальтом Это Кальмары Любая В принципе Морская Рыба Манная Крупа Но Что хочу Заметить Если Манная Крупа То Лучше Используйте Твердую Пшеницу Полбу Перемалывайте Ее В муку И делайте Манку Из Полбы Потому что Манка Из той Пшеницы Которая Общедоступна Она может быть Не совсем Полезна Для нашего Организма А может быть Совсем Не полезна Да А может быть Совсем Не полезна Но я так Знаешь Как Сейчас у нас Говорят Толерантно Старался Выразиться У нас все-таки Радиоэфир Ух ты какой Какие-то слова Ты у нас Употребляешь Кстати Знаешь Что такое Термин Толерантность Это медицинский Термин Я-то знаю Ну давай Расшифруем Политику И так далее Из медицины И термин Толерантность Обозначает Значит Это он в хирургии Использовался Приживаемость Чужеродного органа То есть Когда человек Орган пересаживает Есть Это индекс Или Как бы норма Доза Вернее не доза В общем Количественное значение Толерантности То есть Насколько этот орган Приживется Ну и вот теперь Проводите аналогию И думайте же сами Что значит Толерантность В нашей политике Да Толерантность Давай так Чужеродное Некое тело Которое Или орган Который Может прижиться В твоем теле Вот это вот Еще более упрощай Который Который может прижиться А у нас называлась Терпимость По-русски Так вот терпимость У нас были Дома терпимости Вот когда вам говорят Толерантность Понимать Что вам говорят Терпимость Вот будьте терпилы Вам говорят То есть Будьте проститутками Так что ребят Думайте Когда вот вам Кто-то Какой-то либераст Говорит Кем надо быть Ну Совершенно верно Вот здесь Сразу Лютобор Глисты требуют Толерантного отношения К себе Они требуют Права Паразитировать В любом организме И права На использование Своей религии Паразитировать Ну и так далее В общем Вот прекрасное Прекрасное Благодарю Лютобору Лютобору Да это вот и в чате Кстати Предупреждаю Что кто не в чате Тебе теряет очень много Потому что здесь Не только идет Идут какие-то Обсуждения Того что прозвучало Но еще вот Вбросы таких Иногда интересных Фактов Уточнений Ссылок И так далее Так что толерантность Терпимость Очень Такой Свообразный И не наш термин Ну да Действительно Глисты требуют Толерантности Я вот сейчас Только об этом подумал Ну и так Продолжаем Магний Значит Недостаток магния В нашем организме Вызывает Нарушение Обмена веществ Потеря равновесия Человеческого тела То есть Вот бывает Человек вызывает Там головокружение Человек идет Идет Раз потерял равновесие Это все Вызывается Отсутствием Недостатком магния В нашем организме Бывают Мышечные судороги Бессонница Плохое настроение Головные боли Головокружение Приводит таким Вот Ухудшение состояния Зубов Костей Волос Значение магния Для нашего организма Тоже велико Вот состояние мышц Во многом зависит От магния Состояние обмена веществ А состояние обмена веществ Для нашего организма Это Очень крайне важная функция И Как бы Пренебрегать ей не следует Поэтому Старайтесь Чтобы магния В нашем организме Была в достатке Продукты богатые магнием Это Гречка Горчица Миндальный орех Кедровые орехи Кстати Кедровые орехи Тоже содержат в себе Практически все микроэлементы Являются крайне полезными Морская капуста Овсяная крупа Горох Фасоль Ячневая крупа Вот Опять же Горох Фасоль Ячневая крупа Присутствуют практически В каждом описании Поэтому Крайне рекомендую их Для своего употребления Следующий микроэлемент О котором хочу рассказать Это Селен Во первых Недостаток селена Влияет На Ухудшение зрения То есть Чем больше селена Недостает Тем хуже зрение У нас Получается Перебой в работе печени Связан с Недостатком селена Рассеянный склероз Рак кожи Рак груди Вызывается Отсутствие селена В нашем организме Поэтому Еще раз напоминаю Будьте Внимательны К употреблению Этого вещества Его Следует употреблять Вот часто Сейчас вернее не часто А в последнее время Я стал замечать Что на яйцах Которые продают Там на коробочках Прям пишут Что обогащено селеном Если так Если это на самом деле Правда То такие яйца Для нас очень полезны А не является ли просто Это каким-то пиар-ходом Для того Чтобы больше брали яиц Именно вот этой компании И этой пиццефабрики Так сразу вопрос в лоб Ну я допустим Как бы отрицать это не могу Может быть конечно Это и пиар-ход такой Ну так что Потому что Как его Вот давай так просто подумаем Как его могут обогащать Через корм Или Через курицу я думаю Ну да Через корм Через курицу Курицу чем-то кормят таким Что обогащено селеном Вот единственное Непонятно То ли в естественном виде Курицу кормят чем-то То ли ей какую-то химию подсыпают Там где есть селен Я все-таки думаю Что в размахах индустрии Там пиццефабрики Я не думаю Что это будет естественное Это скорее всего Опять же какая-то добавка В виде химической добавки Что-то Но мы как-то поговорим Мы еще Да Поэтому мы с тобой еще поговорим Про натуральное и ненатуральное Чуть-чуть подальше Давай сейчас мы просто Перечислим основные элементы Которые нам необходим Димы для жизнедеятельности А там дальше Тему разовьем Я думаю В этом русле Давай Также Отсутствие селена Приводит к Развитию у человека Алкоголизма и наркомании То есть Чем меньше селена В организме человека Тем больше шансов У человека склониться К алкоголизму Или к наркомании Так вот В чем дело-то Понял Селена Побольше Селена И все станут Трезвенниками Понял что Соседу подсыпать Алкоголику Понял Ну ладно Шутки шутками Хорошо Благодарю Интересно Проваться дальше И Также Отсутствие селена Может являться Причиной катаракты И красной волчанки Это аутоиммунное Заболевание Мы разговаривали О нем Кстати Одной из причин Возникновения Красной волчанки Длительное Пребывание В состоянии Уныния Длительное Пребывание В состоянии Уныния Вызывает Выделение Организма Большого количества Кортизола Кортизол Угнетает Иммунную систему И возникают Вот такие вот там Аутоиммунные состояния Возникают Процессы Заболевания Онко Какими-то Болезнями Ну и так далее Так что имейте ввиду Что селен Также крайне важен Для нас Продукты Откуда мы можем Восполнить Это яйца Это кукуруза Это рис Кстати рис Лучше употреблять Не белый А бурый Черный Красный Далее Это фасоль Это ячневая крупа Это чечевица Это фисташки Это миндальный орех Это капуста Арахис И грецкий орех Далее Следующий микроэлемент Это кальций Недостаток кальция В нашем организме Ведет к нарушению Работы желчного пузыря Для живота Это очень важно Мы знаем Что желчный пузырь Это может сказать Царь нашего живота Так вот Недостаток кальция Приводит В принципе К любой проблеме живота Потому что От недостатка Вернее От дисфункции Желчного пузыря Потом развивается Проблема всего живота Начинает болеть И кишечник И так далее И почки И потом уже Репродуктивная система Так что кальций Можно сказать Ну не то что Король микроэлементов Но где-то очень-очень рядом Ну и как следствие Нарушение работы Желчного пузыря И запоры То есть Ну мы ранее говорили О том что При нарушенной функции Желчного пузыря Часто возникают запоры Так вот При недостатке кальция Тоже Возможны запоры Угревая сыпь Кстати Угревая сыпь Что касается Угревой сыпи То считается Что угревая сыпь Вызвана так же Если ребенка В роддоме Заразили Золотистым стафилококком Тогда у него В переходном возрасте Возникает Такая обильная Угревая сыпь На лице На спине По всему телу Ну и сюда Можно еще Присокупить калий Вот Калий Также Недостаток калия Способствует Набору веса Потому что Недостаток калия Способствует Задержку соли И жидкости в организме Если в организме Задерживается соли А соли Абсорбирует На себя Жидкостную среду Воду То соответственно Вес человека Увеличивается Это Как раз касается Женщин Потому что Я уверен Что все женщины К летнему периоду Хотят быть стройными Красивыми Так вот Если в вашем организме Не будет хватать калия То вы будете Поправляться И для того Чтобы похудеть Вам очень важно Употреблять калий Вот Продукты Которые богаты Калием Это курага Это фасоль Это горох Это морская капуста Чернослив Изюм Горчица И фундук Следующий Микроэлемент Это натрий Вот давай про натрий Подожди Да Про натрий мы поговорим После музыкальной паузы А я просто От себя скажу Что Вот смотрите Как интересно Помните Такая присказка Еще при царе горохе То есть Насколько же Русские И вообще Славянские народы Чтили горох Фасоль Что даже царь Гороху был такой В сказках Неоднократно встречается Это же не просто так Просто подумайте об этом Вместо музыкальной паузы Я сейчас хочу запустить Одну Нашу передачу Из цикла Братья Месяца Посвященную 1 марта Марьяна Кикимора Или Ярила Вот давайте послушаем Она не очень длинная И я думаю Что она немножко так Наши умы Расслабит Для того Чтобы Не с точки зрения Что потом Куда-то побежали Нет А с точки зрения Что потом Вы смогли Принимать дальнейшую Информацию Братья Месяцы Программа о названиях Приметах И преданиях 1 марта Марьяна Кикимора Ярила Трудно сказать Когда и как Превратилась Святая Праведница В народном календаре В Марьяну Кикимору А вот почему Праздники И Дни Богов И разных Духов Отмечают по несколько раз Пожалуй Можно объяснить Известно Что на территории Руси Несколько раз Менялись календари Некоторые рода Вносили изменения В датах празднования Знаменательных для них дат Другие Нет А так как территория Нашей любимой Руси По всей протяженности По широтам и меридианам Большая То и природные календари У разных ее мест Отличаются друг от друга Со сдвигом в несколько дней А то и недель Праздники же Русской Православной Церкви Соответствуют календарю Составленному Поставленному по старому стилю То есть запозданием В две недели Поэтому Кикимора Может иметь в календаре Еще один свой день Так вот Кикимору люди представляли Себе по-разному И хозяйкой избы И женой домового Или лешего И видеородливой старухи Маленького роста И девки с длинными черными волосами Белым лицом И черными глазами Она может жить Не только в доме Но и в бане В хлеву На гумнах В курятнике В пустых строениях Кикимора Может по мелочам Вредить обитателям дома Но может и помогать хозяевам Предупреждая О надвигающейся беде Тогда она выходит Из подполья И плачет В народе говорят Любовь и женское великодушие Может делать чудеса И даже изменить Поведение Кикиморы Который станет Незримой помощницей В домашнем хозяйстве Ведь с Кикиморой Можно даже разговаривать Задавать ей вопросы Она отвечает Стуком В случае согласия В некоторых весях Первый день марта Называется новичок В прошлом Первого марта У российских крестьян Оканчивались сроки По зимним наймам И начинались наймы Весенние О погоде первого марта Говорили Вздел Ярила Зиму на вилы А ведь в первый день марта Весну закликают Богиню живу А кое-где И бога Ярилу чтят Ярила почитался Не только как символ Плодородия Он считался еще И пахарем Поэтому деревенские Мужики В этот день Принимались Править сельскохозяйственный Инвентарь С корнем глубоким Лели Покровительницы Ее спутницы Будут приветствовать Ее Каждое утро Нового дня Веселым Ликующим Пением Закликайте весну Счастья вам Славяне Братья-месяцы Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 1 марта 2016 года Вторник По одному Из старинных Последний день Месяца в юг Стужа 7524 Лета Шестица То есть 40-й день Весеннее обострение Что с ним делать Такова тема Сегодняшнего Эфира Главный Сведущий Арират Захар Белинский Хочу услышать От наших Радиослушателей В чате Вернее Прочитать Как понравилось Не понравилось Какие-то Может Замечания Есть По этому Выпуску Из братьев Месяцев Ну А мы Продолжаем Итак Передайте Микрофон Пожалуйста Перечисляй Хотя Нет Давай сделаем По-другому Сначала Я прочту То что У нас В паузе Какие Появились Реплики Чтобы Уже Не затягивать А дальше Ты продолжишь Ярагор написал Хочу заметить Что все Перечисленные Элементы Естественно Поступают Только в качестве Солей А не в чистом Виде Причем Некоторые Из них Из этих Перечисленных Металлов Большой концентрации Яды А Наталья Добавила Что В орех Сырых В орехах Сырых Поступают К нам Нужные Вещества Вот это Очень важно Вот теперь Продолжай Да Я согласен С тем Что там Написали В принципе Естественно Что металл И прочие Микроэлементы Поступают К нам В виде Каких-либо Соединений И попадая В организм Уже происходит Трансформация Происходит Усвоение Образование Новых солей Образование Каких-то Кислот Распад И так далее Прочие Биохимические Процессы Что касается Орехов Да Совершенно верно Рекомендую Употребление Именно Сырых Орехов В том числе Вот я упоминал Арахис Так вот Арахис Не обжаренный Солью А именно Сырой Действительно Каждый Микроэлемент Имеет Свою Дозировку Я сейчас Не буду Перечислять Дозировку По каждому Микроэлементу Эта информация Доступна Все желающие Могут Сами Ее Посмотреть И Понять Где не стоит Переедать Каких Микроэлементов Какими Не стоит Злоупотреблять Как говорится В этой старой Поговорке Что Яд и лекарства Отличаются Друг от друга Лишь дозой То есть То что в малых Дозах Является Лекарством В больших Дозах Является Вредным Вот Возвращаясь Опять же Почему-то Для мысли Вернула К теме Молока Молоко Само по себе Хотя я и являюсь Противником Употребления Молока В пищу Но при этом Хочу заметить Что молоко В малых Дозах Является Лекарством Оно Абсорбирует На себя Токсины Помогает Организму Справиться С отравлением И поэтому Употребление Молока В качестве Лекарства Это полезно Но употребление Молока В пищу Как продукта Питания Будет вредить Нашему организму Опять же Что касается Это Человека В возрасте После 5 лет До 5 лет Ребенок Ребенок Использует Молоко В качестве Продукта Питания Растет Строится На этом Итак Продолжаем Дополню Сейчас Дополню От себя Немножко Я бы Немножечко Расширил Свыше Чуть До того Возраста Пока молочные Зубы Растянул бы Там на годика Два Еще можно Растянуть А вот дальше Уже Снижение Нужно Производить Снижение Молока И Мне недавно Посчастливилось Пообщаться С легендой Нашей медицины Основателем Космической Медицины России В Советском Союзе Времена Иван Павлович Неумывакином Мы с ним Долго сидели Общались Записи сделали Скоро Наверное Появятся Они там На ютубе В эфире Надеюсь Что будет Все нормально И когда общались Выяснилось Что у него Выходят Две книги Первая Это по онкологии И вторая Книга Как раз По молоке Так что Если нам Удастся Еще вторую Стречу С ним Произвести Когда уже Книги Выйдут Это будет Очень интересно И познавательно Так что Следите За нашими Анонсами Следите За эфирами Я думаю Что Есть о чем Нам Поговорить Будет А так Дальше Можно продолжать Уже Отойдя Сторонку От молока Ну давай Итак Все таки Натрий Недостаток Натрия В организме Приводит К нарушению Работы Мочевого Пузыря То есть Вот Очень часто У маленьких Детей Маленькие дети Допустим Писываются К примеру Это тоже Дисфункция Мочевого Пузыря Дисфункция Клапана Мочеспускательного Канала Или Что-либо Еще Там Могут быть Там Существуют Конечно Разные Причины Спазмы Напряжения Мочевого Пузыря И так далее Там И влияние Вегетативной Нервной Системы Но Как Одной Из причин Подобного Расстройства Может быть И недостаток Натрия В нашем Организме Ребенка Ну и В нашем Тоже Значит Следующая Такая Неприятная Ситуация При недостатке Натрия Это Потеря Аппетита Потеря Веса Снижение Веса Это Тошнота Рвота Вздутие Живота Кстати Это Спазмы В кишечнике Продукты Которые Восполняют Недостаток Натрия Это Морская Капуста Мидии В принципе Любая Морская Рыба Яйца Крабы Много Речной Рыбы Тоже Восполняет Недостаток Натрия К примеру Осетр Также Полезный Для Восполнения Натрия Кальмары Креветки Следующим Микроэлементом У нас Будет Цинк Второй Элемент Слово Медицина Значит При Недостатке Цинка В организме У нас Возникают Проблемы С почками Шум В ушах Возникают Проблемы С памятью Возникают Белые пятна На ногтях Кстати Интересно Что Белые пятна На ногтях С точки зрения Функциональной Диагностики Это считается Наличием Интоксикации Тонкого Кишечника Вот На большом На указательном Пальце Белые пятна Это наличие Интоксикации Толстого Кишечника То есть Под словом Интоксикация Подразумевает Те же Самых Глистов И вот Как Взаимосвязано То есть Недостаток Цинка И наличие Глистов Кишечника Это Взаимосвязано Далее Женская Бесплодие Связано С Недостатком Цинка В организме Диарея А также Алкоголизация Человека Отсутствие Боняния И вкуса Импотенция Мужская Тоже Связана С Недостатком Цинка Плохое Заживление Ран Вот эти Все Признаки Которые Я перечислил Также Можно Дополнить Что Недостаток Цинка В организме Снижает Функции Иммунной Системы И Человек Становится Подвержен Многим Вирусным Заболеваниям При этом Цинк Сам по себе Как микроэлемент Что хочу Заметить Дополнительно На мой взгляд Это важно Является Хорошим Противогерпетическим Средством Вот И Употребление Большого количества Цинка Оно Как бы Подавляет Активность Вируса Герпеса В нашем Организме Не только Вируса Герпеса Простого Но и его Модификации Таких Штейнбар Цитомигаловирус Вот Поэтому Я рекомендую Употребление Цинка Во всех Ипостасях Продукты Богатые Цинком Это Печень Это кедровые Орехи Это соль Это говядина Горох Опять же Твой любимый Алексей Ты мне лстишь Ты мне лстишь Я что получается Особо приближенный К царю Ну хорошо Хорошо Я еще Я еще и потом Музыкантом бываю Ну хорошо Давай дальше Я могу отдельно Конечно сказать Почему после гороха Мы бываем музыкантами Это Опять же Нарушение Оттока желчи И если такое возникает Нужно каким-то образом Стимулировать Отток желчи Либо обдавливать Область Желочного пузыря Ну естественно Предварительно Обдавив область Двенадцатиперстной кишки Чтобы не вызвать Спазма Головных болей И еще зелени Еще зелени Хорошо поесть Да-да-да Зелени очень хорошо Поесть побольше Можно соды попить Вот В общем Это что касается Цинка Далее Следующий микроэлемент О котором я расскажу Это Железо Значит При недостатке И калий Это те микроэлементы Которые я стараюсь Чтобы были в моем рационе В рационе В моей семье Ну а так Для того чтобы В принципе Наш рацион Содержал все микроэлементы Нам необходимо Чтобы питание Наше было разнообразно Чтобы диета Вернее не диета А рацион блюд Менялся Ну минимум То есть На следующую неделю Мы употребляли Уже какие-то другие блюда То есть Одну неделю употребили Допустим Там гречневую кашу В каком-то виде Кушаем Одну неделю Потом уже Рацион следует изменить Также Мы не можем создать Один и тот же рацион И на нем сидеть Постоянно Круглогодично Наш рацион Должен меняться И чем более богато Богаче будет наше питание Употребление Различных продуктов Чтобы мы употребляли И овощи И зелень В различном виде И рыбу И морскую И речную Ну конечно Кто рыбу не употребляет Я не умоляю Но Морская рыба Особо полезна Овощи разнообразные Под различным видом Приготовленные Чем более богат Будет ваш рацион Тем более богат Ваш организм Будет микроэлементами Так Ну еще Чуть не забыл Сказать о таком Микроэлементе Как йод Значит При недостатке йода В нашем организме У нас ухудшается Функция щитовидной железы Мы можем ощущать Что мы Замерзаем В принципе В теплое время года Кожа становится сухая Возникают проблемы С нервной системой То есть Мы становимся Нервными Раздражительными Это может быть Все Вызвано На фоне Йодовой недостаточности У нас Становится Проблемная память Продукты Которые богаты Йодом Ну это Наиболее богатый Продукт Это фейхуа Я уверен Что в принципе Я правильно его Сейчас произнес Фейхуа Потому что Многие Да-да Мы никого не оскорбили Нет Все нормально Морская капуста Кальмары Морская рыба Сом В частности Такая рыба Богата йодом Как хек Ментай Речной морской Окунь Мойва И треска Ну вот Что касается микроэлементов Это пожалуй все На что я хотел Обратить внимание Я тебя послушал Я тебя послушал И понял Что ты гурман Просто-напросто Ты издеваешься Над всеми нашими Радиослушатами Сейчас все побегут На ночь глядя Чавкать Потом скажут Это мы рерады Наслушались Один писатель Тут пишет Постоянно Есть хочется Как общаемся Калаврат выложит Очередную Джарек И статьи Все постоянно Слушай Мы постоянно Холодильники Пустошаем Начитаем свои книги А ты теперь В эфирах То же самое Ну вот прям Невозможно С вами жить Ребята О какой-то фигуре Весной Женщины могут Вечтать Ты о чем Говоришь вообще Ну чтобы Допустим Если у нас Наступает Вечерний жор Как говорится То Для тех Кто ест мясо Я бы рекомендовал Употребить Немного белка И зелени Чтобы стабилизировать Употребление белка Причем зелени Желательно употребить Хотя бы Чтобы ее было Визуально Столько же Сколько и мясо Почему именно белок Потому что Вечером идет процесс Построения белковых Соединений И мясо Которое вы Слушаете Ну это не значит Что нужно съесть Там 200-300 грамм Я говорю От где-то 50 до 100 Грамм Мяса Вечером Хорошо Сдобренного Зеленью Или овощами Свежими Если кто-то Не употребляет Мясо То здесь Можно заменить Рыбой морской Либо Какими-то Овощами Продуктами Орехами Содержащие в себе Белок Это что касается Вечернего рациона Вот Немного Оливкового масла Будет полезно На ужин Ну в принципе Конечно Следуя вот этим Всем наработкам Что если хочешь Долго жить То там Обильно завтракай Умеренно обедай И там Минимально ужинай Это в принципе Аксиома Которая Должна Сопутствовать Здоровому образу жизни Поэтому имейте ввиду Что все-таки На ужин Лучше себя как-то Ограничивать И проявлять терпение Выдержку до утра Говорят Что завтрак Начинается с вечера Поэтому Имейте ввиду Если Да Если кто-то С вечера переел То утром Пока не наступит Чувство голода Кушать не нужно То есть Утром Чувство голода Может не наступать Потому что Ваш организм Еще питается тем Что вы съели с вечера Вот И как только Он это все усвоит Переварит Съест Потом он будет Вам уже сигнализировать Может ближе к обеду А если сильно объелись То и ближе к вечеру Что я снова хочу кушать Вообще Что касается питания Я рекомендовал бы Вам кушать тогда И только тогда Когда у вас есть Чувство голода Не по распорядку Конечно количество Приемов пищи Должно быть соответствующее Но Принимать пищу Я рекомендую Тогда когда у вас Появляется чувство голода Количество приемов пищи Должно быть Где-то от 4 до 6 В этом случае Пища будет Максимально Качественно Перевариваться И усваиваться И будет Минимальная нагрузка На поджелудочную железу Потому что Чем больше Размер порции Тем больше Нагрузка на поджелудочную железу Размер порции Должен соответствовать Примеру Размеру вашей ладони С горкой Вот это ваша порция Причем Принимать пищу Сам процесс Трапезы Должен осуществляться До того момента Но это опять же С моей точки зрения До того момента Пока у вас Не исчезнет чувство голода То есть Не до появления Чувства насыщения А как только Вы обратили внимание Что вы больше Не голодны Следует Прекратить прием пищи Это будет обозначать Что ваш организм Получил достаточно И вы наелись Нужно понимать Что сигнал Головной мозг А насыщение Организма Поступает Только спустя 20 минут После того Как организм Насытился Поэтому Имейте ввиду Старайтесь Кушать размеренно В этом плане То есть Не спеши Тщательно Пережевывать Вот Ари мы допустим Рекомендуют Пережевать 40 раз Кто-то там Какие-то системы Есть Говорят Пережевывать 29-12 раз Каждую Ложку Каждую порцию Пищи Которую Вы принесли В рот Старайтесь Внимательно Относиться Не только К тому Что вы едите Но и Как вы едите Я хочу сказать Что любая Даже самая Полезная Пища Но неправильно Съеденная Неправильно Пережеванная Усвоенная Она Может принести Вред Нашему организму Поскольку Процесс Переваривания Пищи Начинается Еще во рту Наша слюна Это первичный Фермент Который Начинает Процесс Переваривания Пищи И далее Когда Пережеванный Продукт Уже по пищеводу Попадает В желудок Он уже Там пропитывается Желудочным соком При этом Нужно Понимать Опять же Что Желудочный сок Должен быть Правильной Концентрации Для того Чтобы Пища Эффективно Переварилась То есть Желудок Должен быть Мягкий Безболезненный Если у вас Желудок Напряженный И болезненный Когда вы Надавливаете В эпигастральную Область Это Где-то на 3-4 Пальца Выше пупка Если вы туда Надавили У вас там Есть боль Это говорит о том Что ваш Желудок Напряжен Если ваш Желудок Напряжен В этом случае Он уже Нужным образом Не работает Он не вырабатывает Вернее Скажу Менее категорично Он может Не вырабатывать Желудочный сок Нужной Концентрации Он не формирует Пищевой комок То есть Желудок Совершает Определенные Фрикции Движения С помощью которых Он как бы Формирует Попавшую в него Пищу До такого Размера Состояния Чтобы она Прошла Далее Уже Так вот Пища Желудочным соком Пропитывается Не более чем На миллиметр Это Говорит о том Что нам нужно Настолько тщательно Переживать пищу Чтобы все Ее кусочки Даже самой твердой пищи Стали не более чем Один кубиками Не более чем Один миллиметр Есть такая мудрость Она правда Опять же К нам сейчас Действительность Пришла от аримов Но тем не менее Значит Что Говорится о том Что Твердую пищу Нужно пить А жидкую пищу Нужно есть То есть Чем более твердая пища Тем Сильнее ее Нужно измельчать Это я к тому Ну В качестве отступления Как бы Это все Продолжим Есть какие-то Дополнения Алексей Может быть Что-то Слушатели Наши написали Наши слушатели Постоянно пишут Например Виталий Вопросы Как же Все то Что он здесь Говорит С уважаемым Захаром Белинским Связано с Весенним обострением А мы к этому Пройдем Не переживай Виталий 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 Это связано С весенним обострением Таким образом Что при неправильном Недостаточном Питании Это отражается На всем организме И причина Причина Всех этих Весенних обострений Которые выражаются В наших Поведенческих Синдромах В каких-то Болезненных Синдромах Нашего организма Они связаны Прежде всего С недостатком В нашем организме Микроэлементов Витаминов И аминокислот Они связаны С недостатком Солнечного света Они связаны С недостатком Двигательной активности И сейчас Мы объясняем Говорим о том Каких Микроэлементов Не хватает И может не хватать И какие причины Это может вызывать И каким образом Мы можем восполнить Мы же перечисляя Каждый микроэлемент Говорим Какое нарушение Он может вызывать И частенько Мы говорим О том Что он вызывает Допустим Недостаток Такого-то микроэлемента Вызывает депрессию Вызывает бессонницу Вызывает плохое самочувствие Тошноту Рвоту Поност Это все Как раз таки И составляет То самое состояние Весеннего обострения Когда человеку Не хочется двигаться Когда ему жить Не хочется часто Когда у него депрессия И так далее Вот именно О том Как справиться С весенним обострением Мы рассуждаем здесь Да Я хочу У нас до музыкальной паузы Буквально несколько минут Остается Поэтому Давай так Чуть подискутируем Чтобы к следующей части Приходить Вот мы говорили Про то Как правильно питаться И употребляли Там методы Китайские 40 раз Пережу И так далее И говорили Что-то про завтрак Обед и ужин А в Суворов В свое время На всех случаях Предписывают ему Такое высказывание Завтрак съешь сам Обед с товарищем Раздели А ужин Врагу отдай Вот недаром Наш великий Полговодец Генералиссимус Такую методику Применял И был Очень достаточно Бодрый Всю жизнь И в походах Проводил Большее время Своей жизни И все знают Прекрасно Что он Себя очень хорошо Чувствовал Несмотря на то Что с детства Страдал многими Изначально Заболеваниями Но как видите Уже к возрасту Такому Преклонному Был Живчик еще тот Здесь меня тоже Благодарят За то Что упоминаю Неумывакина Так вот Когда мы говорили Про то Что ешь Пей Так вот Он говорил Прежде чем Съесть что-либо Вы должны Что-либо Выпить Водички Имеется ввиду Причем Хорошей водички Которая будет Мы с тобой уже говорили Про то Определенного ВПАЖ Не заниженного А хорошего Кислотно-щелочного Баланса Правильного Где-нибудь там Выше семерочки Желательно Поближе к восьмерочке Вот А не просто брать Бутилизированную воду Первую попавшую Себя заливать Это можно Только себе навредить Ну вот Он говорит Очень часто Что когда вы чувствуете Желание съесть Это не означает Что вы хотите есть Это просто-напросто У вас Ну вот как так получилось Что желудок Надо чем-то промыть И многие Чувства гол Много раз Бывает так Что чувство голода уходит А вот когда вы уже хотите На самом деле есть То водой здесь Вы уже не разбавите И применение воды Тоже за Как минимум за 15 минут А лучше еще за полчаса И может быть за час В зависимости от того Что вы есть хотите Тоже об этом упоминалось Вот И если уж говорить дальше Про Иван Павлович Что меня тоже поразило При нашей беседе В свои 88 лет Он имеет настолько Острый ум И настолько четко Умеет излагать мысли Причем не просто Коротенькие мысли Как сейчас Многие пожилые люди Вот он сказал Начало И куда-то в сторону Там завело Он же не помнит О чем говорил В самом начале Он разворачивает мысль И возвращается К ней К тому Что было в самом начале Дает ответ Я уже хочу задать вопрос Что вот мы может вернемся А он сам возвращается И сам вспоминает И сам это Произносит Заканчивает мысль То есть поразительно 88 лет Человек Настолько Имеет острый ум Настолько подвижный ум Что Я просто Радуюсь за него Конечно там есть Некоторые возрастные проблемки Но С этим он я думаю Справится И будет все нормально Так что вот Перед вами пример И множество брошюр вышло Мы как раз встречались По поводу того Чтобы его люди Не беспокоили Пустыми звонками Когда дергают его там А вот что мне выпить А что мне там Закусить А чем мне уколоться Там и так далее И вот чтобы его не дергали Мы как раз Сделали встречи По его книгам И обратили внимание Наших зрителей Слушателей на то Чтобы Обращались Больше к литературе Которая уже издана Там ведь не зря Он все это Расписывал так подробно Как он сказал Одно из придачи Я пишу для дурака Но к сожалению Сказал Не все дураки читают Ну ладно Вот мы поговорили об этом Давай еще Наверное Реплики Да Какие-то может быть Поступали Сейчас я посмотрю Пока ты смотришь Я скажу Вот касаемо воды Воду употреблять Перед едой Лучше употреблять Теплую Она имеет И больше Уровень щелочного ПАЖ Ну и Само по себе Она лучше смывает Слизь из желудка Поэтому ты говорил Употреблять воды Перед едой Даже не комнатной А лучше теплой Да-да Абсолютно С тобой согласен Именно это я упустил Благодарю тебя Что именно теплая вода Она в данном случае Будет очень полезна Не холодная Потому что многие Ну себя заливают Что попало Что есть А потом что-то Мучиться начинают И в зависимости С того Что вы едите Если вы едите Естественно Больше того Что нужна Кислота Которая есть в желудке То в этом случае Ну то есть Мясо Или что-то еще То в этом случае Разбавлять нельзя Ни до еды Ни после еды Вообще Ну а после еды Лучше себя ничего Не заливать Так вот Реплику нашел Данил написал Комментарий Дополнение Я еще А еще Замачивать необходимо Ореки зерновые Бобовые Для лучшего усвоения Полезных веществ Вот Наверное Здесь трудно Не согласиться Что скажешь Я согласен Конечно Лучше перед тем Как крупы Там гречку И так далее Рис В том числе Замачивать Перед тем Как Употреблять Есть даже Такой рецепт Приготовление риса Его приписывают Тибетцам Так вот Они там рис не варят А замачивают Перед тем Как кушать В общем на ночь Замачивают Несколько столовых Ложек риса Водой Комнатной температуры А затем Утром Просто заливают Выливают Четыре раза Горячую воду И рис готов Собственно говоря Хороший Хороший вариант Да Причем Они туда еще Потом добавляют Столовую ложку Топленого масла И столовую ложку Меда И получается Такой Тибетский завтрак Этот завтрак Способствует Снижению веса Улучшению самочувствия Нормализации Обмена веществ Все просто С вечера Залили Четыре столовые ложки Риса Примерно Стаканом воды Настояли ночь Утром Воду Холодную Слили И четырежды Залили горячей водой Не кипятком А там 95-98 градусов Четырежды Залили То есть Заливаем горячей водой И сразу же сливаем Второй раз Заливаем Сливаем И так четыре раза Последний раз Слив воды Добавляем туда Топленое масло И ложку меда Перемешиваем И завтрак готов В принципе И как говорится Кушать подано Садитесь жрать Ну а у нас Не садитесь жрать Не кушать не подано У нас подана Музыкальная пауза Давайте прервемся Небольшая Три минутки А потом продолжим Разбирать Нашу заявленную Тему Провисение Обострение И что с этим Делать Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор Радоваться Так вот Что с этими Делать Весенним обострением Как раз Мы и говорим С Эверадом Захаром Белинским И так Есть что-то у тебя Еще дополнить Из заготовленного Или уже потихонечку Будем к вопросам Переходить Я еще Мог бы рассказать По поводу А витаминоза А вот Давай Интересно Да Давайте Ну вот Начнем с витамина А Значит Нехватка Нехватка витамина А Может вызывать Следующее Сухость волос Сухость кожи Такую неприятную вещь Как куриная слепота Может вызывать Уменьшение Влечения Противоположному полу Бессонницу Частое Заболевание Простудными Моментами Какими-то Перхоть В том числе Вот А как его восполнять Витамин А Содерживается В большом количестве В шпинате Цитрусовых В спарже В моркови В капусте Брокколи В абрикосах В сливочном масле В сыре Тоже его много содержится Но Я не рекомендовал бы Сыр употреблять Потому что там Много Лесниных грибов Но Тем не менее В яйцах В жирной рыбе Содержится Вот Собственно говоря Это что касается Витамина А Что касается Витамина Следующего Такого очень важного Витамина С То Его Нехватка В организме Может выражаться В вялости В выпадении Волос В сухости Кожи Также В ускоренном Появлении Синяков На теле Кстати Вот Многие Из моих Пациентов И вообще Знакомых Жалуются На то Что вот Как не прикоснешься К коже Так синяк Появляется Или вот Пойдут на массаж Только массажист Пару движений Сделает И сразу Синяк Влазит Это вот Как раз И говорит о том Что в организме Не хватает Витамина С И существует Такая Ломкость Хрупкость Капиллярных Сосудов Вот А это в свою очередь Связано С нарушенным Капиллярным Кровоснабжением Вот Также Плохое Заживление Ран При нехватке Витамина С Депрессия Раздражительность Кровоточивость Десен В том числе Вот Часто весной У людей Проявляется Кровоточивость Десен Это связано И с состоянием Жилочного пузыря Ну и в том числе Вот С нехваткой Витамина С Откуда Мы Можем Восполнять Запас Витамина С Ну это Томаты Кстати В томатах Витамина С Больше чем В цитрусовых Ну и собственно Говоря Сами Цитрусовые Киви Овощи Зелеными Зеленые овощи Брокколи Капуста В принципе И белая Цветная Тоже И брюссельская Богата Витамином С Яблоки Болгарский Перец Абрикосы Персики Дыня Черная Та же самая Клюква Тоже богата Витамином С В принципе Все вот Фрукты Которые обладают Кислым Таким привкусом Кислым запахом Это вот Все богаты Витамином С Затем Следующий Важный витамин Это витамин Д Его нехватка Выражается В ухудшении зрения Также В бессоннице В резком Снижении веса В потере аппетита И Жением в горле Вот Иногда Люди Ощущают Такое Можно сказать Даже Не то что Хроническое Но частенько Или постоянно Жение в горле Они Бывают Путают это С изжогой Говорят что Был изжога Но Тем не менее Вот это ощущение Может быть вызвано Нехваткой Витамина Д в организме Как восполнять Яичный желток Петрушка Рыбий жир Сливочное масло Это вот Основное Потом Витамин Е Что касается Витамина Е То его Нехватка Это Проблемы Репродукции Организма И мышечная Слабость То есть Репродукция Организма Это именно Проблемы Репродуктивной Системы Это у мужчин Простата Тестикулы Это у женщин Матка Яичники Так что Имейте ввиду Восполняем Мы витамин Е Запасы витамина Е При помощи Миндаля Растительного масла Семечек Яблоко Облепиха И горох Причем Растительное масло Мы восполняем Потребляя его В сыром В сыром виде То есть Не со сковородки Не обжаренное Не подогрето А именно Заправленное Салатами Таким образом Витамин А Значит Его нехватка Выражается в следующем Это анемия То есть Мало крови Это бессонница И заметили Наши радиослушатели Что в принципе При нехватке Всех витаминов У нас возникает Бессонница И при нехватке Многих микроэлементов Поэтому если У вас наблюдается Бессонница Следовательно Вам нужно Обогатить Как-то свой рацион Питания Вести более активный Образ жизни Далее При нехватке Витамина А Это выпадение волос Депрессия Отсутствие аппетита Боли в мышцах И опять же Сухость кожи Как восполняем Это говяжьи почки Печень И яичный желток Далее У нас витамин К Нехватка В организме Витамина К Вызывает Дисбактериоз Кровоточивость Десен И болезнь Поджелудочной Железы И диарея Но здесь Опять же Все связано Также с желчным пузырем Дисбактериоз Возникает в кишечнике Когда опять же Нарушен отток желчи Кровоточивость Десен Также связана С желчным пузырем Болезнь Поджелудочной Железы И диарея Но что касается Болезни Поджелудочной Железы То здесь Она коррелируется С состоянием Желчного пузыря Тем что И желчный пузырь И поджелудочная Железа Могут страдать Когда есть напряжение В области Двенадцатиперстной Тишки И сфинктер Общего Желчеводящего Канала Поджелудочной Железы Он спазмирован И нарушен отток Как и Панкреатического Сока Так и желчного И соответственно Здесь сопряженное Желчного пузыря Ну и диарея Вот А диарея Также случается Как мы знаем Из предыдущих эфиров При дисфункции Желчного пузыря Далее Как мы можем Восполнить Витамин К Это прежде всего Цветная капуста Это зеленые овощи Это зерновые крупы Это овес Это шиповник Далее Нехватка витамина ПП В нашем организме Может вызывать Головокружение Депрессию Быстро утомляемость Бессонница Вот это как раз Все симптомы Нашего весеннего обострения То есть Головокружение Слабость Депрессия Быстро утомляемость Бессонница Ну и Маленькие небольшие Трещинки на коже Вот иногда Люди жалуются Что как бы Кожица трескается Вот это Недостаток Витамина ПП Как восполняем При помощи яиц При помощи фиников При помощи рыбы Орехов Зеленых овощей Шиповника Щавеля Перца Зерновых Можно использовать Джиньшень Он хорошо восполняет Этот витамин И петрушки Побольше Вот Далее Я хочу сказать О нехватке В организме Витаминов Группы В Итак Если нам не хватает Б1 У нас возникают Запоры Снижение аппетита Депрессия Появляется Раздражительность Бессонница Зябкость Какие-то ощущения Зноба Ухудшение памяти Повышенная Физическая Умственная Утомляемость Откуда берем Б1 берем Из необработанного Риса Из Отрубей пшеничных Из овсяной Крупы Вот Фундука И из полбы Пшеница Полба Вот Далее Нехватка в организме Витамина B2 Может вызывать Головные боли Слабость Снижение аппетита Резь в глазах Резь в глазах При Солнечном свете Не просто Резь в глазах А когда мы Смотрим на Ярко освещенные Предметы То у нас Возникает Резь в глазах Вот Бессонница Расстройство Пищеварения Выпадение волос Таковы Последствия Нехватки Витамина B2 Чем восполняем Яичный желток Раски пшеницы Соевые бобы Капуста Брокколи Далее Витамин B5 Может вызывать Следующие недуги Усталость Головные боли Быстро Утомляемость Бессонница Депрессия Симптом Симптом Исходность В1 Восполняем Ее печенью Куриным мясом Почки Рис Сердце И в грибах Достаточно большое Количество Витамина B5 Но Грибы Опять же Возвращаясь к грибам Не все грибы Как бы Одинаково полезны Есть более полезные Я от себя Был мог рекомендовать Если уж Хотите употреблять Грибы То это Лучше употреблять Лисички Шейтаки На мой взгляд По крайней мере Для себя я выбрал Два этих вида гриба В пищу Которую можно Иногда Добавлять Далее Витамин B6 Что он вызывает Он вызывает Депрессию Вызывает Раздражительность Заторможенность Тревожность Бессонница Отсутствие аппетита И дерматит То есть Какие-то воспалительные Процессы на коже Это как раз Отвечая Данилу Если я Правильно называю Когда он Говорил Как содержимое эфира Связано с Заявленной темой Так вот Как раз Вадим Вадим Так вот Напрямую Нехватка витамина B6 Хорошо Виталий Что-то я уже тоже Виталий Виталий Да Так вот Отвечая на вопрос Виталия Я хочу сказать Что нехватка Витамина B6 Напрямую влияет На состояние Так называемого Весеннего обострения Вот Каким образом Мы восполняем Витамин B6 Мы Берем Зерна злаковые Без очистки Вот Можно отруби Зеленые листовые Овощи Можно авокадо Морковь Капусту Грецкие орехи Опять же Сырые грецкие орехи Да Рыба Устрица Кукуруза Говяжья печень Треска Почки Яичный желток И сердце Нехватка Витамина B9 Может вызывать Бессонницу Усталость То есть Быстрая утомляемость Нарушение пищеварения Ухудшение памяти И раннее поседение Так вот Если вы Обратили внимание Что у вас Появилось За какой-то Определенный период Достаточно большое Количество седины Обратите внимание На витамин B9 Где он содержится Опять же Морковь Зеленые листовые овощи Злаки Овсянка Гречка Цитрусовые В частности Апельсины Орехи Дыни Абрикосы Тыквы Финики Рыба И яичный желток Опять же Вот Продукты Которые постоянно Встречаются Это гречка Это рыба Это яичный желток Это орехи Это морковь Зеленые овощи Зелень Это те продукты Которые желательно Иметь в своем рационе Вот И Витамин B12 Может вызывать Дисфункции Опять же Репродуктивной системы Что употребляли Для того Чтобы Этого не было Морская капуста Рыба Яйца Мясо Курицы Ну и Устрицы Такой достаточно Экзотичный Знаешь Продукт Но тем не менее Содержит Достаточное количество Витамина B12 И В завершении Нехватка Витамина B13 В нашем организме Может вызывать Заболевание печени То есть В случае Если У вас есть Дисфункциональное состояние печени То следует Обратить внимание На прием Витамина B13 Вот То где он содержится Значит Рекомендует Так Молочные продукты Кумыс Дрожжи И печень Но соответственно Дрожжи я бы не рекомендовал Вам в любом случае Употреблять Потому что получится Что мы одно лечим Другое калечим Вот Молоко и кумыс Здесь не в качестве Продуктов питания Использовать А в качестве Лечебного средства Для того чтобы Восполнить недостаток B13 Можно На мой взгляд И употреблять Говяжью печень Вот Такой вот список И еще один аспект Которого следует Коснуться Это Аминокислоты Нехватка аминокислот В нашем организме Я вкратце Обволуюсь Об этом Значит Нехватка аминокислот Проявляется у нас Потеря аппетита Или снижением аппетита Слабостью Сонливостью Выпадением волос Бывает так что Люди начинают Замечать Что на расческе Остается очень много волос Да Это вот В том числе Нехватка аминокислот В организме Анемии То есть уменьшение Количества Крови в организме И слабая сопротивляемость Организма Вообще Слабость иммунной системы Вот Такие вот Проявления Аминокислот Продукты Которые Богаты аминокислотами Это Яйца Это говядина Баранина Это Курица Треска Судак Соя Мука Полбы Вот Это продукты Которые наиболее богаты Аминокислотами Льняное масло Хорошо еще там Некоторые виды масел Да В принципе Практически во всех видах Растительных масел Содержится большое количество Аминокислот Вот Но Следует Понимать Также Что Проблемы с аминокислотами Могут возникать При условии Недостатка в организме Витаминах Группы Б А Е С И селена То есть Если Мы Принимаем Витамины Названные Также Селен То Недостаток Аминокислот В нашем организме Будет сведен К минимуму Алексей В принципе Это Как бы Все Что я планировал В основной части Сказать Мы можем Наверное Переходить К каким-то Обсуждениям Ответам на вопросы Хорошо Раз мы можем Переходить Давай Наверное Коснемся Вот такого Интересного направления Как Искусственные витамины Понятно Что мы с тобой Наверное Сами лично Не проводили Опыты Какие-то Но Есть же Какие-то Наблюдения Свои Есть Какие-то Размышления Давай Наверное Поделимся Этими Своими Размышлениями И выводами С нашими Радиослушателями А может быть Еще и затеем Такую Дискуссию С нашими Радиослушателями Как вы думаете Друзья мои А вот Те витамины Которые Продаются В аптеках Мультивитамины Так называемые Которые Рекламируют Везде И вся Что вот Надо Осенью Весной И вообще В течение лета Кушать эти витамины В большом количестве Насколько Они на ваш взгляд Полезны Или Насколько Они на ваш взгляд Бесполезны Или Насколько Они на ваш взгляд Вредны То есть Давайте Смотри С разных Точек зрения Первая точка Зрения Полезные Их надо Есть Невзирая на то Что хорошие Витамины Мультивитамины Стоят достаточно Дорого Второе Что можно Есть Можно не Есть Лучше Тратить На хорошую Пищу Те же самые Деньги И тогда Вы будете Получать Все что нужно Из пищи Правильной Здоровой И третье Не нужно Там Никакие Эти мультивитамины Все это Брехня Собачья И вот Просто Что есть То и ешьте Не обращать На это внимания Вот давай С тобой Подискутируем На эту тему Как ты думаешь Ну Выражая Своё частное Мнение Притом Хочу сказать Что я Не являюсь Экспертом Как бы С научной Точкой зрения В области Витаминов Могу сказать Что Человеку Занимающемуся Ведущему Вернее Активный Образ жизни Человеку Который Имеет В процессе Своей жизнедеятельности Достаточно Интенсивные Физические Нагрузки Либо это По работе Либо Если он Занимается Спортом Человеку Ведущему Активный Умственный Образ жизни То есть Человек Который Ведет Активную Умственную Деятельность Много Работает Головой Я считаю Выражаю Своё частное Мение Что ему Нужно Принимать В качестве Добавок К питанию Комплексы С обогащёнными Микроэлементами Но Что касается Витаминов Но не витамины Именно Микроэлементы Сейчас конечно Продают Подобные Комплексы В которые Засовывают И витамины Туда Помимо Микроэлементов Но Я считаю Что они Там не нужны Что касается Самих Витаминов То здесь Существует Достаточно Большое Количество Теорий Приёма Витаминов И вопросов Их усвоения Что с чем Усваивается Сейчас Существуют Витаминные Комплексы Которые 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 Учитывают Проблемы Усвоения То есть Что усваивается Что не усваивается Они их разделяют На несколько Приёмов В день Одни утром Другие вечером Или там С разницей В какой-то Период Времени Некоторые Разделяют Там Металлы И витамины В разные Таблетки И так далее Но я считаю Что Вот Касаемо Микроэлементов Да Стоит принимать Дополнительно А витамины Нет Потому что Ну Всё-таки Микроэлементы Сами по себе Вот в этих Таблетках Они поступают К нам В естественной Форме Ну потому что Металлы Они есть Металлы Их там Каким-то образом Измельчают Подготавливают А вот Витаминные Формы Это уже Искусственные Синтезированные И Пичкать Организм Синтезированные Формами Я считаю Что не стоит Поэтому Витамины Лучше получать Из продуктов Питания Тем более Сейчас весна Уже Да и Сейчас В современной Экономической Ситуации Проблем С овощами С фруктами С зелени У нас нет Я считаю Лучше употреблять Овощи Фрукты Конечно В идеале Это те Которые Выросли На вашем Участке Чуть менее Полезные Те которые Выросли В местности Где вы живете Менее полезные Привезенные Откуда-то Издалека Но Тем не менее В любом случае Это будет Более полезно Нежели Вы будете Пить Таблетки Обогащенные Какими-то Синтезированными Химическими Веществами Вот И Подытоживая Свою реплику Я хочу сказать Что я Не рекомендовал бы Употребление Именно Поливитаминных Препаратов Вот Но При этом Какие-то Минеральные Комплексы Комплексы Микроэлементов Я для себя Допускаю Мнение таково Оно сходится С моим мнением И Вот я смотрю За чатом Здесь пишут Вот третий вариант Николаевич Евгений Николаевич Написал Дальше Вадим Все в природе Уже есть Синтетика Это не то Ярогор по витаминам Уже много писалось Что синтетика Слабо усваивается Но способствует Образованию Тех же камней Кушайте фрукты И овощи Так что Так что Наверное Наши радиослушатели Тоже с тобой Согласны Как и я Вот давайте Просто подумаем Представим себе Покупаете Вы в магазине Уксус Какой-нибудь Яблочный Или виноградный Натуральный И покупаете Синтетический Вот две бутылочки Написано Уксус Одна чуть подороже Другая чуть Дешевле Одна совершенно Прозрачная Химическая Которая Чистая химия А другая Чуть желтоватая Или коричневатая Ну и Вроде бы Чем-то пахнут Они Что-то там Даже похоже Есть какой-то Ароматизатор В то и другое Присутствует Где-то натуральный От природы А где-то Добавленный Специально Идентичный Натуральный То что говорят В лучшем случае Но когда Начинаете что-то делать Добавляете И тот и другой Уксус В одинаковые Казалось бы Блюда То замечаете Что эти блюда Совершенно по-разному По вкусу даже Отличаются Они потом Совершенно по-разному Усваиваются Казалось бы Почему Ведь брали уксус Казалось бы В чем проблема И там и там Уксус написано А проблема Это в том Что вот как раз В первом уксусе Присутствуют Природные Микроэлементы Которые И делают уксус Уксусом А во втором Присутствует Только уксусная кислота И ароматизатор А уксусная кислота Без микроэлементов Она абсолютно Ну никчемная Она не дает Того эффекта Который должен давать Уксус Она становится Не то чтобы Бесполезной Она иногда Просто вредной То есть Как и любой Рафинад Это вредное Вещество Вот понимаете Мы говорили Про рафинад Рафинад любой Это вредное Вещество Если это Природное Питание Полноценное Где есть Микроэлементы Где есть Какие-то Связующие элементы Где есть Волокна Или что-то еще От природы То в этом случае Все на месте Все сбалансировано Потому что Это все росло В природе Если это уже Выжатый сок Еще добавлен Туда что-то Если это уже Концентрированный Какой-то Сахар Или там Сгущенка Или что-то еще То в этом случае Это уже Больше похоже На яд Ну а дальше Уже все Измеряется В пропорциях То есть Чем отличается Яд от еды Едой трудно Отравиться Если это Настоящая еда А рафинадом Как и ядом Отравиться можно Только ядом Можно быть В малом количестве Нужно для отравления А рафинада Чуть побольше Но и чуть-чуть Подольше Процесс происходит Вот и все Ну что Давай посмотрим Теперь Какие еще У нас поступали Вопросы За время Нашего эфира И возвращаясь К самому первому Нашему вопросу От Владимира Измитнич Давай я его Зачитаю Нарина От начали весны Почему-то сложнее Вставать утром С кровати Причем В другие Чем в другие Месяцы Посоветуй Пару-тройку Упражнений Таких Чтобы привести Себя в порядок И упражнения Много времени Не занимали То есть Дай-ка сразу Таблеток Поджадности Побольше Пожалуйста Ну С радостью Отвечу на этот вопрос Благодарю за вопрос Владимир Ну Почему Труднее просыпаться Ну Опять же Считается Висцеральной терапии Вообще В области Живота То есть Те кто занимается Животом Что Процесс Засыпания И просыпания Связан с функцией печени И Ослабленная функция печени Соответственно Таким образом Выстраивается Гормональный фон В вашем организме Что пробуждение Происходит Достаточно Проблематично Какие можно Сделать Упражнения Для того Чтобы Проснуться Быстрее Ну Я тут Приведу Несколько Таких Которые Направлены На активизацию Именно Таких Рефлекторных Функций Организма На Внимание На развитие Реакции Скажем так То есть Активизацию Деятельности Головного Мозга Итак Первая Из них Это Когда Вы Проснулись И Берете Пальцы И Закрываете Глаза И надавливаете На глазные Яблоки До появления Таких Белых Звездочек Или До появления Легкого Болевого Ощущения Надавили Держите 10-15 Секунд Или До того Состояния Пока Эти Белые Звездочки Не Исчезнут Отпускаете Это Первое Упражнение Это Упражнение Помогает Активизировать Ваше Внимание И Стимулировать Деятельность Головного Мозга Соответственно Чтобы Вы Быстрее Проснулись Второе Упражнение Это Хлопки В ладоши Нужно Похлопать 10-15 Раз Сильно Как Можно Более Звонко В свои Ладоши Почему Потому что На ладонях Очень много Нервных Окончаний Когда Мы Хлопаем Мы Стимулируем Эти Нервные Окончания Тем самым Стимулируем Нервную Систему И Деятельность Опять же Головного Мозга Тем самым Вызывая Более Быстрое Просыпание Третий Вариант Это Наши Ушные Раковины Мы Берем Наши Уши И Мнем Их Мнем Пальцами Разминаем Можно Ладонями Их Так Потереть Это Тоже Некий Массаж Стоп Пальпирование Массаж Стоп Дело в том Что на ступнях Тоже у нас Большое Количество Нервных Окончаний Рефлекторных Зон И Активно Тщательно Хорошо Помассировав Каждую Ступню Мы В принципе Активизируем Все функции Нашего Организма Посылаем Сигналы Ко всем Органам И системам Нашего Организма Вот Такие Четыре Упражнения Которые Помогут Вам Какие-то Позы С дыханием Еще С чем-то Тоже Будет полезно При просыпании Хотя Я не являюсь Экспертом В области Йоги Вот Ну вот Как бы так Мы к твоей супруге Обратимся Она нам подскажет Она все-таки Эксперт В этом деле Да Хочу сразу сказать Если вы Захотите Взять свои уши И помять И имейте ввиду Что сильно Дергать не надо Чтобы они у вас В руках Не остались А то некоторые Начинают Вот И второе Замечание Вот помните Везде Когда Особенно Автомобилисты Часто встречают Знак Стоп Который Идет От латинского Стоп Написан Вот Когда Арират Сказал Что начинаете Массажем Стоп И сразу Пошел в голову А ведь Стоп Это когда Человек Стоит На двух Ногах На двух Стопах Сразу Вот Отсюда Пошло Это английское Название Слова Стоп Так Дальше Продолжаем Следующий Вопрос От Владимира Измытич Арират Ты перечислил Множество Микроэлементов И продуктов Их содержащих Но как Обеспечить Не только Правильный Их прием Но и Минимизировать Потери Этих Микроэлементов На что Они расходуются Обеспечить Правильный Прием В целом Этому Можно посвятить Отдельную Передачу А вкратце Я могу сказать Что Чем более Разнообразным Будет Ваш рацион Тем Более Правильным Будет Скажем Количество Микроэлементов Будет в нужной Допустимой Форме Потому что Если вы будете Налегать На какой-либо Отдельный Продукт На какое-либо Отдельное Блюдо То естественно Вы будете Совершать Избыток Вернее Поддерживать Избыток Одного Микроэлемента И в то же Время Будет Недостаток Других Те Которые Вы не Употребляете Поэтому Если вы Сделаете Своё питание Разнообразным И сбалансированным Если оно Будет Часто То есть 4-6 раз в день Небольшую порцию То Такой приём Пищи Обеспечит вам Разнообразие Микроэлементов И правильное Их усвоение Потому что Если не касаться Темы Непосредственно Усвоения Микроэлементов Опять же Об этом Можно разговаривать Очень долго И посвятить Целую передачу О том Как при каких Условиях Какие микроэлементы Усваиваются При каких состояниях Организма Лучше усваивается Железо На сколько процентов Усваивается Медь Из продуктов Это можно дойти Можно сказать До такой Диетической математики Я не считаю Что этот эфир Стоит этому Полностью посвящать А в качестве Полезного Совета Для здоровья Я опять же повторю Что следите Что ваш Рацион Был разнообразным Вот И почаще Его меняйте Тогда И усвоение Будет нормальное Тогда и Количество микроэлементов Будет нормальное Что касается Какие микроэлементы На что влияет То Например Железо Участвует В образовании Переносящих Кислород Пигментов Гемоглобина Недостаток Железа Известно Что приводит К анемии Йод Например Он Входит В состав Гормона Тероксина Медь Участвует В усвоении Кислорода Клетками Способствует Формированию Крови И Формированию Меланина Недостаток Может стать Причиной Анемии Цинк Поддерживает Кожу В здоровом Состоянии Важен Для функционирования Многих Энзимов Недостаток Ведет В замедлении Роста Кислородному Голоданию И так далее Марганец Участвует В усвоении Жиров И выводе Продуктов Распада Белков Недостаток Ведет В замедлении Устинного Развития И так далее Хром Фтор Они все В той или иной Области Участвуют В биологических Процессах Они наполняют Собой Кровь Дают Крови Свойства Электролита Масса Различных Функций Но Нужно Понимать Что каждый Из этих Элементов Во-первых Попадает В организм Не чистом Виде А в виде Каких-либо Соединений И при Попадании В организм Трансформируется Имея Под собой Основу Биологически Активного Вещества То есть Каждый Из этих Микроэлементов Является Биологически Активным Веществом И вступает В химические Реакции Тем самым Этим же путем Принося Пользу Нашему Организму В принципе Если Вас интересует Более подробно Какой Микроэлемент На что Влияет Эта информация Общедоступна Вы можете Ее получить Если Вы хотите Чтоб я Вам ответил На этот вопрос Вы можете Оставить Свой электронный Адрес Я постараюсь В ближайшее время Присылать Подробный Ответ Напомню Что у нас Есть страница Авторов Там как раз Арират Присутствует Вы можете Нажать На ссылочку Написать Задать вопрос И потом Через форум Обратной связи Там уже будет Заполнен Арират Пишите Что необходимо И получаете Ответ Ну не злоупотребляйте Естественно Глупостями Всякими Не занимайте Человек Все таки Другим требуется Надо более Правильной Более Быстрая помощь Чем отвечать На глупости Вот А сейчас Давайте мы Перейдем К музыкальной паузе Прислали Группу Ярмарка Ярманка вернее И вот Я не знаю Что это за песня Ярила Такая песня Но надеюсь Что как-то Она с нашей темой Сегодняшней Пересекается Не темой эфира А темой Что 1 марта Как раз там Упоминание О Яриле было Итак Слушаем В эфире Народная Славянская Радио Ответы На вопросы Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что сегодня 40-й день Месяца Вьюг и Стужа 7500 Двадцатого Лета Шестица По одному Из старинных Календарей По одному Из современных Первый день Марта 2016 Года Вторник Весеннее Обострение Что с этим Делать Главный Сведущий Эрират Захар Белинский Мы отвечаем На вопрос От наших Радиослушателей И здесь Наверное Можно включить Такую Рубрику Не отлушка Написал Миколаевич Боль в ушах Боль в ушных Раковинах При жевании Пищи Глотании Как побороть Причем Не в самих Ушных Раковинах А в среднем Ухе Боли Благодарю За вопрос Чтобы побороть Уш Вот такую Вот боль Можно либо Пользоваться Камфорным маслом Закапывать Но ситуация Здесь В почках Нужно заниматься Здоровьем почек Потому что Пока вы Не восстановите Функциональные Способности Почек Эта боль Будет возвращаться И возвращаться Снова Какими бы Способами Вы ее Не старались Уменьшить Поэтому Лечите Почки Оздоравливайте Почки Занимайтесь Их Лечением Оздоровлением Вот Это Сходя из вопроса Из той информации Которая в вопросе Содерживается Я могу дать Вот только Такой Исчерпывающий Ответ Хорошо Следующий вопрос От Дмитрия Скажите пожалуйста Что-нибудь По поводу Питьевой воды А именно По поводу Дистиллированной воды Слышал Что дистиллированная вода Вымывает кальций И другие элементы Из организма Насколько это правда И если правда То каким способом Можно Пополнить Или наполнить Наполнить Дистиллированную воду Этими элементами Благодарю Так Скажите пожалуйста Что-нибудь По поводу Питьевой воды Дистиллированной В первую очередь Ну понятно Питьевой А по поводу Дистиллированной Вторую же часть По поводу Питьевой воды Человеку полезно Употреблять Теплую воду Причем Теплую воду Чтобы она Обладала Положительным ОВП То есть Это действительно Восстановительный Потенциал У полезной Для человека Воды Должен быть Положительный И щелочной ПАЖ Тогда эта вода Будет Как бы полезна Для нас Я единственное Не понимаю Зачем Дмитрию пить Дистиллированную Воду Для чего И в связи с чем Такой вопрос Просто я Может быть Со своими знаниями Ну Может быть У меня их не хватает Но я не понимаю Для чего употреблять Дистиллированную воду А может у него дядя На дистиллированной Фабрике работает Дистилляция воды У него этой Дистиллированной воды Просто завались Девать некуда Ну может быть Единственное Я честно говоря Вот прямо сейчас Не могу ответить На этот вопрос Вмывает ли кальций Напрямую Но я могу предположить Вот исходя из Опять же Своих знаний Что Дистиллированная вода Попадая в организм Она конечно Может вступать В реакцию С гуморальной средой Нашего организма И оттягивать На себя Какие-то Элементы металлов Там еще что-нибудь Для того чтобы Обогатиться Я считаю Что это возможно И Насколько это правда Ну насколько это правда Нужно обратиться К кому-нибудь Научному источнику Посмотреть Выводы Какие-то И если правда То каким способом Можно наполнить Дистиллированную воду Этими элементами Наполнить ее Можно В принципе Есть такие Биологически активные Добавки Которые добавляют В воду И вода Становится Обогащенная Этими Микроэлементами Я не буду заниматься Рекламой Но некоторые Сетевые компании Которые пропагандируют Здоровый образ жизни И какие-то Бады У них Масса таких продуктов Можно Добавлять В воду Класть в воду Шунгит Можно класть в воду Какую-то Серебряную Ложечку Можно класть в воду Медную монетку Медный браслет То есть Подкладывают Какие-то металлы И вода Будет обогащаться К примеру Есть Такой прекрасный Мужчина Замечательный Ученый Радимин Он Был Вернее К сожалению Он Создал Бальзам Радимина Так вот Этот бальзам Приготавливается При помощи Такого устройства Которого он Назвал Рэм-1 Это представляет Из себя Соединение Меди И серебра То есть Два металла Плотно Неразрывно Между собой Связаны То есть Что это значит Ну В его виде Это две спирали Которые закручены Одна в другую И К примеру Когда Медь И серебро Плотно взаимодействуют В моем случае Допустим Я это делаю Беру серебряную ложку И туго обматываю Ее Толстой медной проволокой Они также находятся В плотном взаимодействии Эффект точно такой же Так вот Когда такой предмет Опускаешь в воду То Он начинает Проводить Слабоэлектрические токи И В жидкостную среду Выходят Дай бог памяти Чтобы сейчас Ничего не перепутать Катионы меди И анионы серебра То есть Насколько я помню Медь положительно Заряженная Частицы уходят А серебра Отрицательно заряженная И вот таким образом Медь насыщается То есть Вода насыщается Медью И серебром Вот Есть такой закон Что если мы Соединяем два металла Между собой Неразрывные Помещаем их В жидкостную среду То между ними Происходит реакция И один начинает Выделять Положительные частицы Другой начинает Отдавать в среду Отрицательно Заряженные частицы Это не обязательно Делать Медь И серебром Можно вместо серебра Использовать Обыкновенный Железный гвоздь Содку допустим Ну естественно Он вычищенный Чтобы был Содой почистить Его потом Можно взять Медную проволоку Предварительно Ее накалив До красна Над огнем Именно до красна Не до бела До красна Накалив Над огнем Затем ее Прочистив До блеска Потому что Когда вы будете Колить она почернее Остыв Начистить ее До блеска Опять же Протереть сода Или зубной пастин Крепко намотать Вокруг гвоздя И таким образом Опускаете воду И вы будете Получать воду Обогащенную Железом И медью Тоже достаточно Полезная вода Вот На самом деле Существует масса Способов Как можно Обогащать Питьевую воду Микроэлементами Ну вот Те которые Мне известны Те которые Приходят сейчас На ум Это шунгит Это серебро Это медь Это Какие-то Специальные Биологически Активные Добавки Ну вот Пожалуй Понятно Понятно Знаешь Здесь можно Наверное Проще сделать Давай так Поставим вопрос Бывает так Что нечего пить Кроме дистиллированной воды Ничего нет Вот в этом случае Все твои советы Они пригодятся Что в этом случае Делается Берете Набираете кремния Берете песочек Если есть возможность Какие-то ракушки Подбираете А еще лучше Берете Например Скорлупу от яиц Только Сушеную Такую уже Мелко Растираете Туда же бросаете Что-то Есть какие-то Камушки И вот в этом деле Наставить Если есть возможность Медь И цинк Соединить вместе Или алюминий То как Рарат рассказывал Соединяете С металлом С любым И тоже туда Кладете Если есть Возможность Серебро Повесить Тоже вешать И так далее То есть Создаете Минерализацию И насыщение Микроэлементами По возможности Вот тогда Такая вода Она хоть как-то Восстанавливается И уже Наполняется Необходимо Ее можно Употреблять Вообще Внутрь себя А так вообще Если из-под крана То можно Там добавить Еще Некоторые умельцы Берут Или покупают В аптеках Порошочек черный Который уголь называется Или Из печки достают У кого есть Тоже туда кладут То есть Вот эти все Микроэлементы Которые Вы составляете В эту бутылку Кладете Или в банку Они хорошо Еще Восстанавливают Необходимые Необходимый состав Воды И просто Его начинаете Применять Здесь идут Вот вопросы Это наверное Про коралловый кальций Разговор Там Коралловый кальций Вреден и полезен Коралловый клуб Очень полезный И так далее И тому подобное Так вот Сейчас меня могут Побить Наверное Те которые Коралловые Продавцы Кораллового Вот этого Порошка Но дело в том Что кораллов то очень мало И добывать их Не очень удобно И везти Тоже далеко А вот костей От животных Убиенных Огромное количество Поэтому если вы думаете Что вам там подбрасывают коралл Ну наверное ошибаетесь Все таки коралл лежит на витрине И вам его показывают А пьете вы скорее всего Те размельченные косточки Которые в большом количестве есть Их девать просто некуда Алексей Можно я вставлю реплику Да конечно Давай Как раз в тему Будучи в Геленджике Там В гостях У моих друзей Мы провели такой опыт Мы взяли Значит Пакетик О котором ты говорил Такой вот Кораллового клуба Ну и заварили Как там по технологии Нужно сделать И потом Опустили В этот стаканчик С водичкой Тестовую паш бумагу И замерили Какой был уровень В общем Там показало 6,5 6,5 6,7 То есть Это реакция нейтральной среды И Рядом же Тут же Сделали просто Теплая вода И теплая вода Показала больше паш Чем вода Кораллового клуба И я Выражаю свое личное Частное мнение Хочу сказать Что Чем пить воду Кораллового клуба Просто полезнее Выпить обычной Теплой воды Ну не обычной А те Та которые вы уверены Потому что Можно Обычной для вашего питья А так просто имейте ввиду Что у вас есть яйца Под боком Некоторые говорят Ну это же яйца Не от бабушки Ну дело в том Что конечно же Не от бабушки Но уверяю вас Что кости животных Они тоже не от бабушки Размалываются Вот это тоже Вы имеете ввиду И поэтому Лучше уж применить Мне кажется Скорлупу яиц Не вареную заранее Вот И положить туда Кремнии найти Какие-то Шунгит Положить Вот эти вот Змейки Из цветного И белого Какого-то металла Насытить Нежели чем Просто Вот брать И вестись на рекламу Еще платя за это деньги Как показывает практика Особо здоровья Там на самом деле Никто-то не заработал Все здоровье Оно больше Показное На улыбке А улыбке нужно для того Чтобы вы поверили И с радостью Несли туда деньги Это мое личное мнение Пускай меня расстреливают Хозяева Коралловых этих клубов Но вот Прошу прощения Должен был высказаться Вот Тем более В свое время Занимался я изучением Сетевых всех этих вопросов И знаю прекрасно Как китайские товары С чего их поставляют И Многие-многие другие Сетевые Организации И структуры Так Что здесь еще Это мы ответили Ответили Так что давайте дальше Рассматривать вопрос Которые до этого поступали Всем здравия Лето и Елена пишут Вопрос к гостю По поводу моей родственницы Как быть если организм Ее очень запущен Речь прежде всего О царе Желудочном пузыре Ко мне великое Да Желудочном Не желудочном 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 пузыре Ко мне великое множество Вес избыточный Давление За операцию Врачи не берутся А боли страшные Вычитала одну Настойку Ну про одну настойку Из листьев хрена Мол любые камни Растворяет нахрен Это я уже нахрен на себя Не знаю Что и думать Не навредило бы себе Ваше мнение на этот счет Как облегчить состояние В таком сложном случае Есть ли еще Какие-то рецепты Понятно что лучше Не доводить себя До такого состояния Но факт есть факт Как можно по-вашему Помочь Благодарю за ответ Лето Елена Ну кстати вот Прекрасная такая оговорка Желудочный пузырь Ну иногда действительно Желудок превращается В такой огромный пузырь Что конечно Хуже некуда Так вот Возвращаясь к вопросу Значит Прежде всего Говоря о желудочном пузыре Нужно понимать Что образование камней Конкрементов в желудочном пузыре Происходит При изменении Паш среды желчи То есть она со щелочной Становится кислотной Происходит выпадение В осадок И так далее Первое Что в качестве Профилактического средства Нужно сделать Это употреблять Достаточно большое И необходимое Количество теплой воды В сутки То есть если вес Большой женщины Там порядка 100 килограмм То это не менее Трех литров в сутки Теплой воды Нужно пить В этом случае Вязкость желчи Будет Со временем Станет нормальной И процесс формирования Камней Должен прекратиться Это как бы Обязательное условие Что нужно сделать Далее Что касается Каких-либо средств То Здесь нужно понимать Что Желчегонные средства Применять Достаточно рискованно Потому что Нужно знать Сдвижим камень В желчном пузыре Или не сдвижим Если принимать Никакого он размера Если принимать Желчегонные средства При сдвижимом камне И причем Он будет такого размера Что сможет пройти В холидок Желчеводящий проток То Мы можем Только навредить Вот Здесь Что я могу Порекомендовать Значит Ну вот Уже теплую воду Потом Настой листьев Лаврового листа Он делается Четыре лавровых листа Заливается Стаканом кипятка И настаиваем Полчаса После этого Выпиваем Эта настойка Она помогает Снять Болезненные ощущения Желчного пузыря Из поджелудочной железы Она помогает Снизить воспалительные Процессы В желчном пузыре Вот Далее Что касается Терапевтического Процесса Как бы Связанного с камнем В желчном пузыре Как его убрать То Здесь Я могу сказать Рецепт Но он Алексею не понравится Вот Но Давай Растворяй Растворяй Значит Берем Три желчных пузыря Свиных Таких Нормального размера И заливаем Их Пол-литрами Водки Настаиваем Две недели То есть Что значит Берем желчные пузыри Мы берем Желчные пузыри И разрезаем Их Даем Вытечь Сосуд Содержимым Желчного пузыря И вот так С тремя Желчными пузырями Поступаем Примерный объем Желчи Который должен Из них Вытечь Порядка 100-150 Миллилитров Из трех Желчных пузырей И Затем Выливаем туда Пол-литра Водки Опять же Нужно Чтобы водка Была хорошая Без сахара Вот То есть Спирт И сырье Вернее Спирт Там что там Еще Честно говоря Не знаю К сожалению Наверное Может к счастью Так вот Спирт и вода Спирт и вода Так вот Смешиваем Желчный трех Желчных пузырей С пол-литра Водки Настаиваем Две недели В каком-нибудь Таком Можно лучше Как бы С комнатной температурой И через две недели Вскрываем Процеживаем И пьем По столовой ложке Три раза в день Нужно выпить Вот все то количество Которое там есть Если это не помогло Повторяем Потом Недельку перерыва Делаем И потом повторяем Еще раз То есть Желательно Сразу взять Где-то порядка Шести Желчных пузырей Сделать Две баночки Вот одну Сразу вскрыть А вторую Потом через какое-то время И на моей практике Это всегда помогало Желчные пузыри Смешанные с водкой Употребляют Так как сказал Они помогают Размягчить И впоследствии Вывести камни Желчного пузыря Потом В данном случае Очень хорошо Использовать пиявки Сделать постановку На область Желчного пузыря Потом Обставить пиявками Печень Спереди Сбоку Со стороны спины Область печени Обставить Это тоже достаточно Эффективно Это тоже помогает Вот Это то Что я могу Посоветовать Не видя пациента Имея такой Минимум информации Которую вы мне дали Что касается Настойку из листьев хрена Я Ну Не могу здесь Давать комментарий Но Скажу что На мой взгляд Исходя из моей практики Я использую Корень шиповника Корень шиповника Ну Как бы В своей практике Опять же Я проверил Что он Растворяет В принципе Любые камни Вот Там Оксалатные Фосфатные Уратные Какие бы они ни были Корень шиповника Растворяет это все Заваривать Его как Значит Берем Опять же Столовую ложку Корня шиповника Измельченного Вот Он достаточно плотный Поэтому Старайтесь покупать Чтобы он уже Был измельчен Вот Берем Столовую ложку Корня шиповника Заливаем ее Пол литрами кипятка Настаиваем ночь Утром процеживаем И в течение Дня Эти пол литра Выпиваем Желательно В отрыве От еды То есть Либо за полчаса До еды Либо через час После еды Вот Это Что касается Как бы Общих рекомендаций Ну и Далее Желательно Чтобы она перестала Есть хлеб Чтобы она перестала И вообще Есть все Где есть пшеничная Мука Перестала Употреблять молоко Вот Перестала Употреблять сахар И Стала меньше Нервничать Потому что Обычно люди С проблемами Желчного пузыря Это агрессивные Нервозные И вот Нужно как-то Уметь Совладать над собой И Такое Физическое воздействие И моральное воздействие Оно в конце концов Даст результат Да Вот ты прям про меня Рассказал Мне нельзя нервничать Не нервничайте меня Не нервируйте Вот смотри Когда ты рассказывал Про желчные пузыри Значит Что здесь необходимо Три желчных пузыря Ты потом сказал Разрезать И вылить желчь Желчь мы выливаем Туда же Куда потом Кладем эти пузыри И заливаем Водкой Вот это важно А то Некоторые подумают Сейчас пузыри выкинуть Не Пузыри тоже туда Положить и залить Потому что В них-то там Еще содержится Главное Чтобы дать выход И вход Водки туда Тут уже комментарии пошли Понятно Про желчные пузыри Бррр Какая ганность Типа того Свиные Желчные пузыри Ну ладно Хорошо Так Про корень шиповника Тоже понятно Значит Берем Просто Он продается Корень шиповника В аптеке Одну столовую ложку Заливаем кипятком Пол-литра Настаиваем ночь С утра начинаем пить И за день выпиваем И так Как часто надо повторить Пока все не выйдет Ну В течение Четырех недель Корень шиповника Четыре недели Если организм Человек ослаблен Пьем пять дней Два дня делаем перерыв Если организм В принципе сильный И это взрослый человек То пьем все семь дней В неделю В течение четырех недель Вот Еще Слушай Хотел заметить Что Процесс образования камней Он идет по всему организму И так может быть Что у нее камни Не только в желчном пузыре А и в почках Одновременно с этим И могут быть и камни И в поджелудочной железе Могут быть камни И в простате Поэтому Здесь нужно понимать Просто процесс Камнеобразования Он един И часто бывает Что вот Такого не может быть Чтобы вот камни Только в желчном пузыре Образовались И больше нигде Поэтому Нужно обратить внимание Еще и на почки И на поджелудочную Возможно Потому что Если есть такая проблема С оттоком желчи Она наверняка есть То и состояние Поджелудочной железы Тоже хромает А если есть проблемы С лишним весом То там еще и почки Наверняка задействованы Вот И здесь Прежде всего Нужно с питания начать Потом Активный образ жизни И вот Хотя бы Какие-то средства Чтобы употреблять Ну в общем Первое Что необходимо понять Необходимо Избавиться О чем уже говорилось Сегодня От любых Рафинированных Продуктов Среди которых Это в первую очередь Сахар Во-вторых Это всякие Сгущенки Варенки И прочее Дальше Это белая мука Потому что Это рафинированный продукт Рафинированный Там уже От здорового зерна Ничего не осталось Все это уже было снято И переходить На то Что является Цельными продуктами Цельные продукты Больше пить воды Теплой воды Причем Проверить воду На щелочной баланс Чтобы она была Больше семерочки Желательно В башне Чтобы была Больше семерочки Заниматься Больше подвижностью И не забывать Что страдает Не только Желочные пузыри Но страдают И все другие пузыри Где есть накопление Это и мочевое И поджелудочное И это еще могут страдать Помимо всего Я так предполагаю Суставы И коленные И руках Которые Плечевые И все прочее То есть Вот тут надо понять Что это комплексное Комплексное голодание Правильное голодание Правильное употребление воды Оно на 30 А может быть 40 Процентов Уже проблему Поможет вам решить Активность Движения Это поможет вам Кровь Которая разбавлена Водой двигать А прием Вот этих уже Дополнений Про которые Говорит Рерат Они помогут разбить И вывести уже Из организма То что у вас накопилось Но это не говорит о том Что вы просто должны Лежним лежать И больше ничего не делать Так Продолжаем Здесь идут дальше Вопросы Захар Пишет Виталий А кто вы по образованию Вообще Ну у меня Среднее медицинское Образование Это если касается Медицины Вот Ну и плюс Куча различных Дополнительных Еще образований В области Медицины Там обучение В различных Медицинских Учреждениях И фитотерапии И массажем Различным И мануальной терапии И так далее Но Основное образование В области медицины Это среднее медицинское Я фельдшер Вот Ну слово Вообще Это я добавил Конечно Не знаю Какой был здесь Интонация Как это На заборе Написали бы Они правильную интонацию Я бы это может Забор и не снес А так же Они написали Грубые слова С грубой интонацией Вот то же самое Как извините Как прочел Так и прочел Так Ну что Идем дальше Это был комментарий Мы его пропускаем Дальше Дмитрий из Донбасса Вопрос в студии Уважаемому Арираду Есть проблема с аллергической реакцией Было и в мае Но бабушка одна Почистила Нормально Но в августе Была проблема Все равно И скорее всего Из-за амброзии Помог рецепт меда С яблочным уксусом И широко Использовал воду С перекисью Это значительно Облегчило Но все же Задумал Закалкой заниматься Но было время Не до того Потом пообщался С аллергологом Ну не стал себя Доверять шибко Увидел в нем Коммерческий интерес Ну куда же без этого Но и речь шла Об возможных Паразитах в желудке Или где-то там В тех запчастях Что посоветуете Премного благодарен Благодарю за вопрос Дмитрий Значит основной вопрос Есть проблема С аллергической реакцией Мы уже Ранее посвящали Вопросу аллергии Целую передачу Я здесь лишь Напомню о том Что С моей точки зрения Ну и эту точку зрения Поддерживает целый Ряд специалистов В моей же области Аллергия возникает Всегда тогда Когда организм Отягощен Либо вирусами Либо грибами Либо какими-либо Паразитами И какой-либо фактор Являющийся аллергеном При попадании В наш организм Вызывает гибель Этих Значит Паразитов Паразиты погибая Являют собой Отравляющее вещество Для нашего организма Которое Ему приходится Из себя выводить И поскольку Обычно При Вот в эти Аллергические периоды Такой аллерген Попадает в наш организм Массово То и гибель Этих Паразитарных явлений Происходит тоже массово И в этом случае Организм не справляется С единовременным Выводом Всей этой массовой гибели Этих Большого Такого количества Токсинов Из организма Он выводит их Через кожу Через слизистые Через нос Вот И мы наблюдаем Это у себя В виде каких-то Аллергических реакций Будь то покраснение Будь то чихание Или Покраснение Слизистых глаз И так далее Поэтому я считаю Что к аллергии Следует относиться Как к реакции организма На массовую гибель Каких-то Отравляющих нас Паразитов И здесь Основная задача Человека будет Не препятствовать этому А помогать организму Очищаться То есть Здесь какие-то Очистительные процедуры Полезны были Это Пить соду Капать соду Внутривенно Делать промывание Кишечника Соды Принимать Содовые ванны Вот Точно так же Можно Принимать ванны С гидроперитом То есть Сперекисью водорода Ну В целом Вот так Давай прервемся Еще на небольшую Музыкальную паузу И потом Продолжим разбирать Вопросы От наших радиослушателей Которые Напоминаю Поступают в чате Нашего радио Нашего сайта В эфире Народная Славянская радио Ответы На вопросы Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском радио Напомню Что по одному Из старинных календарей Сегодня последний день Месяца в юг и стужа То есть 48 524 лет А шестица По одному Из современных Наоборот Первый день Весны Первый день Марта 2016 года Вторник Весеннее обострение Что с ним делать Рерат Захар Белинский Главный соведущий В чате Идут интересные Вопросы Реплики И Такой вопрос Алексей А что у тебя сегодня Такое настроение Игривое Так это Первое Весна Во-вторых Зима заканчивается В-третьих Весеннее обострение Ари рад вас встретим Приятно пообщаться Вот вами Тоже занят Чтением Очень интересным И деньги закончились Ничего не тягощает Ну прям жизнь Ну прям жизнь Просто удалась Так что Все хорошо Замечательно Ну вот А если серьезно То давайте Продолжим Отвечать на вопросы Наших радиослушателей Давайте посмотрим Что у нас Дальше еще Было По ходу По порядку Данил Вопрос в эфир Насколько Выше Усвоенные Или усвоение Организмов Микроэлементов Животной Или растительной Термообработанной Свыше 40-50 градусов Или нетермообработанной Пищи Насколько Энергозатратность Для организма При пищеварении Животной Или растительной Пищи Термообработанной Ну опять же Выше 40-50 Или нетермообработанной Пищи Или же Это индивидуальная Специфика Микрофлоры С пищеварительной Системы Организма И определенной Закономерности Здесь нет Благодарю за вопрос Данил Опираясь на Свои знания Я могу тебе Ответить так Что Животная пища Она лучше Переваривается Усваивается Организм В сыром виде Но Непосредственно После того Как Животное Каким-то образом Было умершено И вот сразу Это парное мясо В сыром виде Оно усваивается идеально Это что касается Я не рекомендую Так и есть Просто отвечая на вопрос Как лучше усваивается Так вот Животная пища Усваивается Лучше так При термообработке Животной пищи Она уже Усваивается Хуже Если Животная пища Подвергается Маринаду То есть Там используются Какие-то щелочи Она долгое время В этой щелочи Замачивается То процесс Процесс переваривания Пищи Начинается В маринаде Потому что слюна По своей природе Должна быть Тоже щелочной И пища Обрабатываемая Слюной В ротовой полости Она действует Примерно Как эффект маринада Вот маринованная пища Она переваривается Лучше Что касается Растительная пища То растительная пища У людей У кого аппендицит Вырезан Она у них Лучше переваривается В таком При термической Обработке У людей У кого Желочный Плот То есть Аппендицит Не вырезан То У них Растительная пища Будет хорошо Перевариваться И в сыром виде Так Насколько Высшая энергозатратность Для организма При пищеварении Животной Растительной Или термолобработанной Пищи Ну Вот Честно говоря Насколько Высшая энергозатратность При прививании Животной Или растительной Пищи Я считаю Что все-таки Это индивидуальные Особенности У кого Какие Процессы Реакции Преобладают В организме Потому что Есть люди У которых Преобладают Катаболические Реакции Есть люди Которые Обмены Веществ По катаболическому Типу У кого-то Есть обмен Веществ По анаболическому Типу То есть Процессы Построения Разрушения Белковых Соединений И Здесь Нужно Учитывать Многие Особенности Я бы все-таки Ответил на этот вопрос Что это Индивидуальная Специфика Каждого Организма Я бы не стал Добавлять Что это Микрофлора Здесь влияет Пищеварительная Система Потому что Это само собой Разумеющаяся А так Я считаю Что это Вот в современном мире В современном У современных людей При современной пище Это индивидуальная Особенность Закономерности Конечно Присутствует Но По-моему Это те О которых я сказал выше Вот Я бы мог ответить На вопрос Таким образом И хотя многие рекомендуют Трупятину И Как бы вот Все с этим связано Не есть Но ты правильно сказал Что первые 30 минут Как показывают уже Многократные исследования Проведенные Сохраняются Так называемые Энзимы Они позволяют Переваривать Самопереваривание Включается Процесс И чем меньше Обрабатывается термически Тем Энзимов Больше сохраняется Через 30 Ну максимум час Энзимов Уже там практически нет Перед вами просто Труп Так что Ничего хорошего Вы из нее не получите А учитывая Сколько Вы едите Ну не вы конкретно А сколько вообще Современный человек Ест мясо И в каком этом виде Какое Виде это мясо Когда проходишь там Мимо рынка Считаешь Парное мясо А потом просто представляешь Сколько это парное мясо Доставлялось до этого рынка Сколько оно еще там лежало Там уже от парного То ничего не осталось Это конкретно Трупятина Поэтому ничего там Хорошего нет А вот если вы Сами вырастили Сами забили Сами же вот здесь Приготовили Ну или ваши друзья Это сделали Приготовили Тогда во-первых Вы не согрешили С точки зрения Греха Как некоторые представляют Потому что сами этим занимались А не заплатили денежку За убиение Чего-то другого Во-вторых Вы получили свежее Вот только что И сами все это сделали Своими руками То тогда в общем-то Получается что Это более полезно Вот в этом случае Я согласен Если хотите Кушать мясо То в этом случае Во-первых Его должно быть немного Оно должно быть в меру То есть В коне корм То что называется И оно должно быть свежее И желательно Чтобы вы сделали Сами все Если уж вы убиваете Вы должны сами убить А не платить деньги За убиение другого Это и честно И справедливо И правильно Вот А когда ты говорил По поводу 100 грамм Например мяса употреблять И еще зелени Примерно столько же Вот здесь вот Немножечко поправку Я хотел бы внести Я рекомендую все-таки Отталкиваясь опять же От многих уже исследований Что не один к одному И не один к двум А желательно один к семи Если у вас 100 грамм мяса То должно быть 700 700 грамм зелени Вот тогда у вас СПАЖ выстраивается Тогда у вас все балансируется И все хорошо Замечательно Другой вопрос Съедаете ли вы столько зелени Ну я думаю Что нет Ну тогда и мясо Надо немножко уменьшить Или хотя бы Уменьшить количество приемов В этом случае Так Давай дальше Наверное Посмотрим Один момент Я хотел еще сделать Дополнение Очень просто Диагностировать себя В каком состоянии У нас вообще Пищеварительная система Кишечник То есть Насколько активно Там проходят Гнилостные Или бродильные процессы Все очень просто Вы когда идете в туалет По большому И потом наблюдаете Насколько сильно По русски говоря Воняют Ваши испражнения Если сильно воняет И ужасно воняет Вот как запаха Мертвой гадюки То это говорит о том Что у вас в кишечнике Происходит масса Гнилостных процессов Вот Если запах Такой Уже чего-то Такого Подбродившего То соответственно У вас В кишечнике Происходят Такие какие-то Активные Бродильные процессы И Какашки наши Извините за такое выражение В идеале Должны быть светлыми И не вонючими Чем более темная Какаша И вонючая Тем хуже обстоят дела С нашей пищеварительной системой Вот Такая Тестовая процедура Для каждого И чем больше густая Знаешь чего Вопрос такой Ты конечно Меня извини Я понимаю Что запах Разный бывает Но я ни разу Не пробовал Не чувствовал Не нюхал запах Дохлой гадюки Ты как-то Сравнивать Ничего По лесу Будешь идти Может Как-то встретишься Вот Ну и тогда Разумишь Что за запах Ну понятно Гадюка дай понюхаю Ну хорошо хоть не целовать Ладно Следующий вопрос От Олега из Иркутска Арират Здравия Существует ли весеннее обострение У духовно подкованных Верующих людей Не является ли Психологическая причина Главенствующая При обострении весной Ведь известно Что есть Хочется Когда Нет Что Сейчас Подожди Известно Что есть Хочется Когда нет удовлетворения В своих действиях А то есть Понятно Заесть Да-то есть такой Психический Психологический момент Заесть хочется Чаянии жизни Вообще Так как выбор витаминов В городе Огромен Замороженные лесные ягоды Фрукты, рыбы И прочее Доступны многим В любое время В любой сезон Лично по себе Знаю Что организм Сам подсказывает Какой продукт Ему хочется То и покупаю Благодарю за вопрос Олег Сразу отвечу На последний вопрос Действительно Я считаю Это правильным Что покупать То что хочется Я сам так иногда Делаю Хочу Не могу Что-нибудь Вот такой-то Продукт Я его покупаю Организм умный У нас Он знает Отвечая В начале То что ты задавал Я считаю Что Весеннее обострение У Скажем так Самодостаточных Целостных Развитых Людей Нет Я считаю Что Процесс Состояния Нашего организма Процесс построения Состояния Нашего организма И различные Регуляторные функции Нашего организма Это процесс Вторичный Первичный процесс Происходит На уровне Баланса энергии Далее Процесс Спускается К Образу Мышления Человека И От того Насколько Сбалансирован Обмен Энергиями Человека Зависит Насколько Гармонично Его мышление Насколько Его представления О нем Самом Совпадают С реальностью Насколько Он может Объективно Воспринимать Окружающую Действительность И чем Более Объективно Мы С вами Воспринимаем Окружающую Действительность Тем Меньше Мы Болеем На физическом Плане Любая Болезнь Любая Физическая Дисфункция Вторична Она Есть Лишь Следствие Проявления Нарушения В каких-то Энергетических Либо Эмоциональных Психических Моментах Поэтому Здесь Ты абсолютно Верно Задаешь Вопрос Обострению Духовно Подкованных Единственное Я бы Не говорил Так Духовно Подкованных Потому что Духовно Человек Может быть Просветлен Я считаю Он может Обладать Различными Качествами Но При этом Он Может Не быть Целостным И развитым И самодостаточным Что я понимаю Под понятием Целостным То есть Принимающим Себя Таким Каким Ты Есть В полной Мере Потому что Многие Люди Являясь Даже Духовно Развитыми Не удовлетворены Собой Считают Что Им Что-то Еще Нужно Они Не такие Нужно Еще Чуть Подремонтироваться Подтюнинговаться Еще Каких-то Книг Почитать И Тогда Они Будут В полноте Но Это Говорит О том Что Человек По крайней Мере На мой Взгляд Еще Не Совсем Себя Принял Очень Важно Принимать Себя Таким Каким Ты Есть Со Всеми Своими Недостатками Проблемами И так Дали Просто Принимать И быть Собой Довольным И В этом Случае Внутренний Мир Человека Будет В состоянии Покоя Для Нашего Организма Прежде всего Важно Состояние Покоя Это Если Говорить Об Организме Когда Наш Внутренний Взор Спокоен Когда Наш Мыслительный Процесс Не Отягощен Какими Либо Переживаниями И Волнениями То И Наше Тело Будет Абсолютно Спокойно И здорово Чем Объясняется С точки Зрения Психологии Вот Эти Весенние Обострения Я Конечно Не Являюсь Психологом Хотя Сейчас Учусь Получаю Высшее Образование Психологическое Но Исходя Из своего Жизненного Опыта Я могу Сказать Что Весенние Обострения Случаются Еще На фоне Обостряющихся Желаний И Надежд Потому Что Весна И Начало Нового Активного Сезона Нового Года Дает Человеку Возможность Надеяться На что-то Лучшее На то Что у него Сейчас Нет И у человека Появляется Ряд Желаний Которые Он хочет Осуществить И Часто Эти желания Бывают Не совсем Соизмеримы С его Реальностью И Вот В подобном Случае Это вызывает Какие-либо Проблемы И психологические И на физическом Плане Вот Весна Как и Время пробуждения Вызывает И у женщин И у мужчин Тягу К противоположному Полу Если Человек Находится В союзе С тем Человеком С которым Он мечтает Быть Это хорошо И он Обретает В этом Союзе Счастье Если же Случается Такая ситуация Что весна И его Тянет к женщине А он Находится Вместе С нелюбимой Женщиной То для мужчины Это проблема Точно так же Равно Как и для женщины Поэтому Я считаю Что очень верно Задан И точно Задан вопрос Что действительно Если человек Развивается Духовно Если он Старается Осознать Кто он И что он Не только здесь А вообще В масштабах Вселенной И в масштабах Не только Этой Вселенной Но возможно Каких-то еще других И кто он Есть Вообще Помимо Вот этого Воплощения То Такой человек Я считаю Что он Будет Вне Зависимости От факторов Этой планеты То есть Весна Зима Время года Ну и так далее Нет конечно Я не отрицаю Того что Законы Этого мира Физического На нас действуют Они действуют Но у Людей Гармонично развитых Энергетически Гармонично развитых Соответственно Очень гармонично Мыслящих А если человек Гармонично мыслит Он И образ жизни Ведет Гармоничный Который Не приносит Вреда Для его тела То Такому человеку В принципе Ну очень легко Перенести Изменения Как и Времени Года День Ночь Сезон Температурные Перепады Давление И так далее Ну вот Вкратце Ответ На вопрос Наверное Такой Благодарю Вопрос следующий От Владимира Измитич Арират Цедру Мандариновых Цитрусовых Опасно есть? Магазинных Цитрусовых Опасно есть? Я думаю Что опасно Потому что Насколько я знаю Там Что-то с ними Происходит В процессе Транспортировки Их там Срывают Вроде бы Еще зелеными Потом Чем-то Их там Поливают То ли воском То ли еще Какой-то химикатом Чтобы они не портились Я не думаю Что следует Есть цедру Из магазина Тем более Которую Долго транспортировали Откуда-то Я бы Такую Не использовал Вот От абхазских Мандарин Я для себя Допускаю Использовать Цедру Вот Таких Вот А тут Иностранные Какие-то Марокканские Африканские Нет Хорошо Следующий вопрос Сергея Вопрос эфира Часто ночью Закладывает нос Что можно Порекомендовать? Промывание Очень эффективно Помогает Промывание Водным раствором Перекиси То есть Чайная ложка На Стакан Воды Чайная ложка Перекиси водорода На стакан воды И потом Этот стакан Мы Из этого стакана Зачерпываем То есть Всасываем Маленькой Такой Спринцовкой Или клизмой По-русски Говоря По-народному И запрокидываю Немножко в голову Чуть-чуть Ее наклоняю Вбок В сторону Той ноздри Куда будем делать Вливание И Из этой спринцовки Заливаем Потихонечку Себе В ноздрю Вот этот вот состав Водный состав Перекиси И вот Таким образом Можно промывать Я на себе На опыте своих пациентов Знаю Что это очень хорошо Помогает Если очень жжет То немножко Можно соли добавить Она смягчит Чуть-чуть Вот Но только не надо Добавлять соды Некоторые думают Сразу одновременно Соду с перекисью Дело в том Что сода все-таки Щелочной А перекись Там кислород Кислота Они друг-друг гасят Эффект уходит Так дальше Дмитрий из Донбасса Благодарю Но как понял Тогда сода В основном Нужна была Для очищения Ощелачивания организма А недавно Проверку проходил Там четко написано Щелочная кровь Или может Организм В целом Отдельная ситуация А так учту Это реплика После того Да Я помню Об аллергии Это был вопрос Дмитрий из Донбасса Да-да Вот Ну В целом Конечно верно Сода Ощелачивает организм Но Помимо этого Сода еще Очищает кровь Вот Она И препятствует Агрегации Форменных элементов Крови Она И в целом Очищает ее От всякой гадости И вот В данном случае Нужна та функция Соды Которая очищает Нашу кровь От всякой гадости Вот И поэтому Соду можно и пить И колоть А когда соду В кишечник Ректально вводим То Сода там В принципе Уничтожает Все эти микроорганизмы Единственное Можно в вашем случае Добавить еще Какой-то абсорбент Или энтеросгель Или полисорб Или активированный уголь И тогда он будет Абсорбировать на себя Те токсины Которые выводятся В тонкий кишечник Вот Так Хорошо Миколаевич Что делать тем Кому врачи Удалили желчный пузырь Как моей маме У нее Весь Весь Превышен Не понял Что превышен Но Что-то там превышено Но Если врачи Удалили желчный пузырь Значит Необходимо Скомпенсировать Скомпенсировать Это состояние Опять же Приемом Каких-то Все равно Хоть желчный пузырь Сам и удален Но Желчный проток Сохранен И желчь все равно Стекает из печени Вот Бывает так Что Вот Из этого Желчного протока Каким-то образом Вот так Организм Сам формирует Некое подобие Резервуара Для желчи Здесь Нужно обратить внимание Зачем вообще Нам нужен Желчный пузырь Желчный пузырь Для организма Нужен для того Чтобы в течение ночи Желчь накапливать А утром Вот этот вот Сразу Весь объем Накопленный за ночь Концентрированной желчи Спускать в кишечник И тогда При получении Кишечником Такого большого Количества желчи Он начинает Сокращаться Двигаться То есть Возникает Перистальтика Кишечника И кишечник запускается Когда Желчный пузырь Удален Там остается Один желчный проток И желчь Потихонечку Просто истекает Капает Малыми дозами В кишечник Это конечно В должной мере Не стимулирует Кишечник Поэтому нужно Заниматься Как-то стимулированием Моторик кишечника И нужно По крайней мере С моей точки С моей колокольни Заниматься Массажем печени То есть Висцеральным массажем Печени То есть Обдавливать печень Снимать с нее Напряжение То есть Компенсировать Отсутствие Желчного пузыря Вообще Мне кажется Что вот Массаж живота Это очень полезная штука И когда ты Про нее говоришь Я каждый раз Делаю акцент Именно это В первую очередь Необходимо делать Потому что У самого Были Скажем так Признаки камней Я себе их вывел Три раза Они из меня выходили Прочистилось Все это дело Выводил Очень интересно С интересными ощущениями До потолка прыгал Ну Ну что мы сейчас Будем тратить передачи На это Вот Просто Три раза Выходили И очень было все интересно А потом Когда мы с тобой Так плотно уже стали общаться То Массажик Он Помог Держать В нормальном состоянии И в общем Все хорошо Замечательно Дальше пришло Почему-то Мы не личные сообщения Напомню Что я не доктор Доктор у нас здесь Рерат Поэтому я это личное сообщение Называю Того кто прислал Чтобы как-то не компрометировать Просто зачитываю Скажите пожалуйста Чем это может быть вызвано Температура держится 37 градусов В течение нескольких недель Слабость Сонливость Боль в спине И головные боли Понижение давления 121 на 51 Благодарю заранее Ну Значит Вот исходя из того Что написали Температура держится 37 В течение нескольких дней Слабость Сонливость Недель Нескольких недель Нескольких недель Слабость Сонливость Боли в спине Головные боли Пониженное давление 121 на 51 То есть 121 на 51 Само по себе Давление Верхнее Дистолическое А вот систолическое 51 Это Ну Я предполагаю Что это почечная Почечная ситуация Здесь можно Обратить внимание На почки Скорее всего Это Какая-то Вирусная инфекция В почках Возможно Она Ну вернее Невозможно Часто так бывает Что инфекции В почках Происходят Из-за инфицирования Вторичной мочой Когда существует Вот Нарушение Работы Сфинктера Мочевого пузыря В моче Спускательный канал В мочевом пузыре Остается моча Которая не стекает И оставшись В мочевом пузыре Она Инфицируется И потом При занятии Горизонтального положения Оттекает обратно В почки Тем самым Инфицируя В почке Инфицируется Вторичной мочой И затем Происходит Воспаление Воспаление Какие-то Воспалительные Процессы Если это ничем Не купируется Никак не удаляется То Воспаление В почках Сохраняется И может даже До нескольких недель Опять же Здесь можно сказать О том Что слабость Иммунной системы Вот Опять Вот эти симптомы Слабость Сонливость Это все о почках Боль в спине И головные боли Это тоже о почках На спине У нас есть Проекционные зоны Почек Они расположены И в области Поясницы Они расположены И у нижнего края Лопатки Паравертебрально Вдоль позвоночника Лопаток Вот И так же Головные боли Тоже могут вызываться Почечным Почечными Как бы Состоянием Почечными дисфункциями Дело в том Что мышцы шеи Они иннервируются Из почечной области И если есть напряжение В околопочечном пространстве То будет и гипертонус Мышцы шеи И мышцы шеи Передавливают Нервные окончания И там Капиллярные сосуды Которые проходят Вот В голову И соответственно Может возникать Головная боль Тут же еще Головная боль Может возникать Можно предположить Что от внутричерепной гипертензии То есть повышенное давление Внутричерепной жидкости И Тут тоже В принципе Сходится Почему? Потому что Внутричерепная гипертензия Может возникать Вследствие затрудненного усвоения ликвара в области мочевого пузыря. А он усваивается именно в области мочевого пузыря. Дело в том, что ежедневно у нас в желудочках головного мозга синтезируется порядка 150 миллилитров нового ликвара, этой вот внутричерепной жидкости. И прежняя жидкость должна оттекать. Оттекать в область таза в область мочевого пузыря, там усваивается и выводится из организма с мочой. Но если по каким-либо причинам, либо отток ликвара из головы затруднён, либо его усвоение затруднено, то может возникнуть головная боль в виде внутричерепной гипертензии. Поэтому здесь есть варианты, над чем можно подумать, но на первый взгляд я бы рекомендовал обратить внимание на область таза, на почечную систему. То есть, что там с почками, вернее, на мочеполовую систему, что с почками, как и так далее. Ну, так. Ещё такой тоже совет. Вот, опять же, приобретите не у Малакина книжечки, маленькие брошюрки. Там очень хорошо рассказывается про микроспранцевание, когда ректально делается, опять же, или щелочной, или потом перекисный раствор. И там находится, как он говорит, много очень органов, как и мужчин, так и у женщин, которые надо подправлять, подлечивать. И вот как раз вы, сделая перекисным раствором спранцевания, можете почувствовать потом некое улучшение. Так что вот берите на вооружение, не ленитесь, читайте, будьте здоровы, то, что называется. Ну и в заключении, если богов тебе шлёт благодарность за эфир, и сибирского тебе здоровья. А, и взаимно. Взаимно. Вот, дальше. Благодарю, ребята. Но всё же, какую посоветовать лучше пить воду, когда нет ни колодца, ни скважина, вода из-под крана сильно хлорированная или в сторону? Ну, хотя бы, чтобы она отстоялась. Хотя бы, чтобы она сутки отстоялась, и потом после этого пить, если нет никакой другой возможности её очистить. Можно ещё пчёл наловить, потому что яд трёх пчёл, он стерилизует моментальное ведро воды. Вот можете это ведро налить, как бы воды взять туда, яд пчёл спустить, и если там есть какие-то микроорганизмы, там что-то ещё, какая-то гадость, он их убьёт. Хлорку, конечно, от хлорки не избавит, но вот хлорку можно отстоять своего рода. Если вот нет никакой возможности, то я бы мог дать такой совет. Да, хлорка, дело в том, что она же не насыпается килограммами хлорка, там газируется хлором, поэтому хлор, он улетучивается всё-таки, главное дать его отстояться. С тором, конечно, немножко посложнее. Здесь надо уже, наверное, взять какие-то химические процессы, просмотреть, на что падок, скажем так, в тор, с чем он соединяется, чтобы его нейтрализовать, потому что в тор в организме это не очень хорошо. Я себе ещё одну тему писал, это чистка зубов, вот, стоит ли её чистить, ну, стоит чистить зубы или не стоит чистить какими-то пастами. Вот если хотите, просто поделюсь буквально там одна минута. Вот последние несколько лет я зубы пастой порошками не чищу вообще, и от этого ухудшения не наблюдается, наоборот, улучшения произошли. И почему? Потому что, когда вы чистите зубной пастой, где находится фтор или какие-то там ещё дела, которые якобы должны спасать вас от всяких бактерий не очень хороших, протокенных, то в этом случае вы убиваете больше себя самого, себя самого, разрушаете и дёсно разрушаете и зубы. Мало того, эти все элементы впитываются и дёсными зубами, потом почему-то происходит там расшатывание зубов, выпадение зубов и так далее и тому подобное. То есть больше наносите вреда. Дело в том, что как вы только почистили какую-то пасту из своей зубки и потом вышли на улицу и вдохнули воздух, то вместе с воздухом получили весь тот же самый набор бактерий. Но ваши уже родные бактерии хорошие уничтожены, ваши уже ткани ослаблены химией, а вот те бактерии, они жизнеспособны очень хорошо, они пришли свеженькие и на новенького с вами начинают действовать. Пока ваши бактерии разовьются, им же надо откуда-то появиться, здоровым бактериям, пока ваши покровные, ну покров вашего рта, он пока тоже восстановится, время проходит, а бактерии, вы их получаете сразу. Так что не ведитесь на эти все разводки по поводу чистки зубов, полоскания и всего остального. Больше наносите себе вреда. Лучше просто проходите обычной мягкой щёточкой или разжёванным деревцем, там в интернете можете поискать, веточка имеется в виду, как чистить зубы. Можете применять уголь, можете применять чуть-чуть соды, но ни в коем случае не какой-то химии, которая выпускается на заводах, дабы якобы вас спасти от каких-либо вредных бактерий. Так что вот так. Ну что ж, давай, наверное, уже в заключении будем прощаться с нашими радиослушателями и желать всего самого доброго. Напомню, что раз в месяц мы встречаемся с Арирадом, так что если у вас есть вопросы, накапливаются, можете через форму обратной связи, через форму авторов, через страницу авторов задавать вопросы, и будет вам счастье в жизни, будьте здоровы. Приступай к пожеланиям. Благодарю за возможность. Желаю всем в этот весенний новолетний период, можно так сказать, сохранять бодрость духа. Желаю всем доброго здравия, желаю побольше радости, чтобы чаще улыбались, чаще как-то виделись с родными, дарили друг другу только положительные эмоции. Ну, в целом, будьте здоровы и здравы, скажем так. Всего доброго. Благодарю. Будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дома до хвата. Ну что ж, сегодняшний наш эфир, посвященный весеннему обострению, показал, как себя не надо вести в эфире. Это по поводу меня. Я очень активно себя проявлял, очень много смеялся и шутил. Ну, я сказал, на это есть определенные поводы. В частности, эфир сам настраивает на это. Вот. А так, просто напомню, что сегодня 40-й день месяца в Юго-Стуре 7500-24 лета шестится по одному из современных календарей, по одному из современных. 1 марта 2016 года, вторник. Весеннее обострение, что с ним делать. Рират Захар-Белинский, главный соедущий. Благодарю его за столь активное разъяснение всех этих злободневных тем очень важных. Благодарю всех радиослушателей, кто в чате у нас общался, писали. Много чего интересного. Без ваших вопросов, наверное, передача была менее яркой, жизнерадостной. Будьте здоровы, становитесь хозяевами своей жизни, не ведитесь на всякие разводки тех, кто пытается за ваш счет улучшить чуть-чуть свой капитал. Это самое главное. Если вы будете здравомыслящими, то вы будете хозяем на своей земле. Если вы будете хозяевами на своей земле, то вы будете строить тот мир, который необходимо вам строить. Если вы будете жить в том мире, который необходим вам для жизни, то в этом случае сбудется то предназначение, ради которого вы здесь и являетесь в данный момент. Для чего вы появляетесь в этом мире. Будьте наследниками богов, а не некими тварями, которые не понимают, кто они и зачем они. Всем желаю добра. До новых встреч. Услышимся. Слава. Народное славянское радио. Для пытливых умов.